Данилов Леонид Валентинович, это заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторг России. Леонид Валентинович, прошу рассказать про то, каким будет конкурсный отбор в этом году и, возможно, про особенности мероподдержки, кто не знает. Да, спасибо, коллеги. Небольшая от нас организационная заминка получилась, да, я чуть позже приехал, решили как бы не затягивать. Смотрите, у меня предложение какое, я, наверное, не буду по презентации идти, я прошу просто организаторов ее разослать, всем участникам. В принципе, тут, наверное, многие лица в зале знакомы уже и участвовали ранее, и, в принципе, наверное, тут особо новой информации для вас нет. Просто, чтобы сильно там не сейчас выбиваться из общего графика, я просто буквально несколько таких сообщений хочу озвучить. Ну, во-первых, еще раз спасибо большое, что нашли время и возможность приехать, и надеюсь, что вся программа мероприятий и предзащита ваше оправдание ожидает. Ожидание ваше оправдает, прошу прощения. Что, наверное, хочу отметить, да, сейчас. Ну, действительно, сейчас будем стараться, конечно, максимально, скажем так, моделировать те вопросы, которые реально на комиссии задают, да, инициаторам проектов. Поэтому тоже просьба относиться как к конструктивной критике, да, и желанию помочь именно вам в доработке проектов и, конечно, чтобы максимально впоследствии вы могли эти заявки доработать качественно и подать в нужном порядке на отбор. Хочу две вещи, наверное, сказать основных. Первое – касаемо самих сроков отбора. В этом году мы, ну, в прошлом году мы отбор провели в декабре месяце, планировалось это сделать там где-то в октябре-ноябре, но там в силу того, что мы перезапускали все нормативные акты, у нас немножко сдвинулось. В итоге мы только в декабре всю нужную нормативку утвердили, и, соответственно, в декабре смогли провести отбор. Получилось так все достаточно оперативно, вот. Вот, и здесь, конечно, уверен, что вот те две предзащиты, которые мы проводили в том году, это было в Республике Коми, Республике Мордовия, вот, также Ассоциация Кластеров Технопарков, ОСР, Россия очень большое содействие оказала, и, ну, здесь, я думаю, что такая практика, да, мы ее будем постоянно проводить. В этом году мы отбор проведем раньше существенно, потому что, ну, бюджетное законодательство в этом году несколько поменялось, и у нас есть обязательства по всем проектам, по которым с федерального бюджета мы будем осуществлять финансирование в 22-м году, мы должны соглашение с получательным субсидией заключить не позднее 1-го сентября. Вот это жесткое условие, поэтому мы не можем провести отбор в сентябре, в октябре, то есть нам бы, может быть, и хотелось немножко там его отодвинуть вправо, чтобы там больше проектов могли подготовиться, но у нас не будет такой возможности, мы отбор должны, по сути, провести в июле уже, чтобы, ну, там, в августе провести все необходимые процедуры, там, приказ утвердить в министерстве, да, включение проектов в реестр, подготовить соглашение к подписанию, то есть, там, где-то в середине августа мы уже, по сути, должны подписать соглашение. Отсюда мы берем просто влево сроки, вот которые сегодня Виталий Павлович тоже на пленарной части озвучивал. Мы в июне уже объявляем отбор, объявим. У нас там 30 дней – это срок подачи заявок. Заявки будем принимать в электронном виде через ГИСП для удобства и вашего, и нашего. Вот, соответственно, вот прошу ориентироваться на эти сроки. Мы планируем еще, ну, скорее всего, там, если тоже не повлияет там как-то обстановка, да, планируем, надеюсь, что получится провести в мае вторую предзащиту. Но вот просьба готовится уже, что июнь, июль – это уже, в принципе, стадия готовности, подачи заявок. И вот там где-то, наверное, в конце июля, начале августа будет уже заседание конкурсной комиссии. Вот, и вправо мы эти сроки уже никак сдвинуть не сможем. Это первое. И второе тоже хочу обратить внимание. У нас действительно там сейчас и в зале есть представители проектов, которые защищались в прошлом году. Ну, к сожалению, действительно, не всех удалось поддержать. Там где-то это, там, ну, комиссия посчитала, да, что проект там не готовы по той или иной причине. Где-то, к сожалению, мы были вынуждены отклонить проекты даже по формальному признаку из-за того, что документы заявка была там не в полном комплекте. Вот здесь, опять же, прошу, наверное, обратить внимание все-таки на формальную сторону, потому что мы, конечно, стараемся в суть проектов погружаться, да, и, конечно, максимально хотим поддержать проект. Она, тем не менее, процедура, она тоже есть, и нужно, ну, в общем, мы готовы там и со своей стороны, уверен, что и коллеги из ассоциации тоже готовы будут там, ну, какие-то вещи разъяснить, да, из практики там по, соответственно, там вопросам, ну, скажем, говорю, что были там три проекта, которые мы просто вынуждены были отклонить, ну, просто забыли там, не успели там положить документ в комплект, но мы, соответственно, вынуждены отклонить по формальному признаку. Поэтому любые вопросы вот по оформлению заявки, и здесь сегодня мы работаем, и впоследствии тоже, конечно, мы открыто готовы обсуждать. И вот для того, чтобы как раз мы, скажем так, снизили риск того, что мы какие-то проекты будем вынуждены отклонять по формальному признаку, мы тоже в этом году решили в таком формате поработать с заявителями, что мы в ходе, ну, когда уже будет объявлен отбор, мы, ну, здесь в чем как бы есть особенность, да, подача заявки в электронном виде, здесь очень нам нужно важно, ну, выдерживать даты, потому что если в бумажном виде вы там заявку подписали, там, ну, допустим, как бы там срок подачи заявки, там, условно, не знаю, там, 15 июля, вот вы ее подписали в 15-м, привезли в Минпромторг, мы ее там зарегистрировали в 16-м. В принципе, это в бумажном виде работает. Вот через ГИСП в электронном виде вы как вот нажали на кнопочку отправить, вот той датой и временем эта заявка и будет считаться. У нас были примеры, когда там, ну, технический сбой, там, ночью в 2 часа ночи загрузили, это уже другая дата. Поэтому у меня просьба тоже как бы не дотягивать до последнего дня и там посмотреть, если какие-то технические там вопросы будут с ГИСПОМ, тоже мы всегда готовы помочь там и подключить технических специалистов, но это просто потребует, конечно, времени. Это первый момент. И второй момент, мы, ну, готовы с заявителями непосредственно работать, то есть в предварительном порядке посмотреть на предмет комплектности заявки до того, как вы ее загрузили на ГИСПОМ, что если все-таки мы там увидим в каком-то из проектов, что там, ну, где-то техническая ошибка в оформлении, где-то письмо не так подписали. У нас были случаи, когда мы заявку принимаем от инициатора проекта, а письмо подписали от спецорганизации. И это, в принципе, формально тоже может быть основанием отмонять заявку. Поэтому такие моменты, я тоже всех призываю, просто чуть заранее быть готовыми не в последний момент в ночь перед экзаменом сдавать заявку, а все-таки за неделю-две до окончания срока отбора позвонить нам, направить нам предварительную заявку в электронном виде. Наши специалисты готовы посмотреть, готовы дать обратную связь именно на предмет того, что если мы увидим какие-то отклонения по комплектности, чтобы мы все-таки эту информацию получили и уже на непосредственно отбор заявку могли подать с учетом вот этих возможных замечаний. Потому что, правда, вот не испытываем никакого удовольствия, отклоняя заявку по формальному признаку. Но иногда это делать приходится. Мы чиновники, да, и, конечно, должны процедуру соблюдать строго. Вот, ну, наверное, на этом остановлюсь. Опять же говорю, что по мере поддержки, в общем-то, наверное, все уже знают, я тут вряд ли скажу что-то новое. Я еще, наверное, только скажу, что, как сегодня Андрей Юрьевич говорил, у нас на следующей неделе запланировано в бездуме мероприятие, экспертный совет, да, будем обсуждать как раз доработку кластерного механизма и с точки зрения требований к кластерам 779-го постановления, и с точки зрения субсидии 41-го постановления. Вот поэтому также готовы и на этой площадке тоже пообсуждать с вами, да, подумать, как еще этот механизм можно доработать, чтобы он работал лучше, ну, и, соответственно, действительно, обобщим в ближайшее время на федеральном уровне вот эти предложения, и рассчитываем в этом году, конечно, определенные изменения внести. Не могу сейчас, конечно, там, так говорить с уверенностью 100%, что мы успеем эти изменения внести до проведения отбора, то есть пока, наверное, нужно исходить, конечно, с текущей редакции 41-го постановления, но мы тоже обсуждаем, что, конечно, там, те послабления, которые, и улучшение меры поддержки, которые, там, ну, я надеюсь, нам удастся сделать совместно, чтобы будем, конечно, стараться и правительство попросить, чтобы распространили и на проекты, которые уже прошли отбор, чтобы мы могли до соглашения заключиться, и, допустим, какие-то, ну, может быть, там, увеличение объема поддержки, другие какие-то улучшения распространить на проекты, которые были поддержаны до этих изменений. Вот на этом, наверное, закончу, чтобы тоже мы дальше ритм не теряли. Всем удачи и, ну, надеюсь, что действительно все получим заряд позитива и новую информацию для того, чтобы работать дальше. Да, спасибо большое за вопрос, очень важный. Смотрите, ну, первый момент могу сказать, что сейчас, ну, учитывая, там, нынешние наши события, сейчас в Минпромторге усилится кратно работа по импортозамещению по всем мерам поддержки, по отраслевым планам, то есть будет и системная работа проводиться по анализу, да, тех позиций, которые, там, даже с точки зрения, ну, федеральной, да, там, требуют импортозамещения. И, конечно, усилится работа, связанная с актуализацией уже утвержденных планов. Но, опять же, надо понимать, что этот процесс, он такой сквозной, и он, конечно, будет, там, с определенной инерцией идти, потому что требуется, там, всем департаментам время, чтобы провести анализ. Если вопрос стоит в том, что в вашем проекте вы уже необходимость импортозамещения видите, вам, там, не надо какой-то команды из федерального центра для этого, и вопрос стоит в том, чтобы включить позицию соответствующего отраслевого плану, просьба какая напрямую с нашим департаментом, соответственно, там, ну, наверное, оптимально, если зайдет письмо от министра промышленности на департамент. Почему от министра промышленности? Потому что мы его быстрее получим по мыдочам, когда его подписывает компания, предприятие, и у нас просто даже административно будет, ну, мы быстрее сможем его взять в работу, запустить. Дальше у нас просто были примеры даже по прошлому году, когда мы просто в ручном режиме отрабатываем с профильным департаментом, там, поясняем, почему это надо, и просто вручную там коллег просим все процедуры провести максимально быстро и внести мнение в приказ. Но надо понимать, у меня просьба какая? Просьба, конечно, ну, все, что вы нам дадите, ну, я бы сказал, там, наверное, до конца апреля, вот такой примерно срок я озвучу, то есть нам, конечно, месяц, полтора-два месяца желательно иметь в запасе на то, потому что у департаментов тоже свой ритм, они могут там эти заявки собирать какое-то время, они же не будут там каждую неделю в приказ сносить изменения. И они могут сказать там, да, мы получили вашу заявку, там, через месяц у нас планируется утверждение там всех изменений. Поэтому мы в любом случае ни одну заявку не оставим без внимания, мы, конечно, будем стараться там максимально оперативно эту работу проводить, но просьба, конечно, тоже нам информацию давать заранее, чтобы у нас было время с коллегами-отраслевиками отработать. Но, в принципе, я даже допускаю, что по отдельным проектам, если на момент проведения отбора не будет продукции в отраслевом плане, но там нам отраслевый департамент подтвердит на заседание комиссии, что это актуально, и что у них, в принципе, формально там через неделю выйдет этот приказ, но я думаю, что мы такой проект тоже сможем поддержать. Спасибо большое, коллеги, но я думаю, что вопросы еще будут. Мы, я готов и там в перерыве, и сегодня вечером будет время для общения. Вот поэтому давайте, наверное, дальше по программе. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Следующий к защите у нас приглашается представитель машиностроительного кластера Республики Татарстан, инициатор проекта ООО «Иллабужский аккумуляторный завод». Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая комиссия. Вашему вниманию представляется совместный проект промышленного машиностроительного кластера Республики Татарстан производства аккумуляторных батарей по технологии АДЖМ. Следующий, пожалуйста. Машиностроительный кластер Республики Татарстан создан в 2015 году. В 2017 году он вошел в реестр Минпромторга промышленных кластеров. На сегодняшний день в нем состоит 15 участников промышленных предприятий, 3 вуза и 2 индустриальных парка. По 2020 году объем выручки кластера составил порядка 4 миллиардов рублей. Рабочим местам более 700 человек. Конечная продукция кластера – это грузовые автомобили, сельхозтехника и источники бесперебойного питания. Следующий, пожалуйста. В кластере три уровня зависимости. Первый уровень – это производство материалов, литье. Второй уровень – это изготовление деталей, комплектующих агрегатов. И третий уровень – это уже непосредственно конечная продукция, специнструмент, грузовая автотехника, и источники бесперебойного питания и прочее оборудование. Следующий слайд. Цель проекта – это организация импортозамещаемого производства аккумуляторных батарей по технологии АДЖМ – это сжиженный электролит в объеме не менее 500 тысяч единиц в год. Данная продукция входит в план импортозамещения Минпромторга России шифр 25-21-25 при приказе Минпромторга от 2 июля 2021 года номер 24-22. На данный момент в России по прошлому году импортированы аккумуляторы всех видов порядка по 770 миллионов долларов. Из них более 40% это продукция стран, которые на данный момент объявили санкции России и практически прекратили импорт в Россию. Поэтому этот проект он становится очень актуальным в настоящее время с точки зрения безопасности страны. Следующий слайд. Аккумуляторные батареи АДЖМ – это свинцово-кислотные аккумуляторы, в которых содержится абсорбированный электролит, что дает ряд положительных преимуществ. Они не требуют обслуживания порядка 10 лет, работают без какого-то вмешательства. Их можно размещать в оборудовании в принципе в любом положении, хоть верх ногами они не текут. Они устойчивы глубоким разрядом, устойчивы к вибрации. Они подходят как для промышленного оборудования, в частности, источников бесперебойного питания, так и для автомобильной техники. Следующий слайд. Инициатор проекта – это предприятие, которое работает на свободной экономической зоне Алабуга с 2014 года. реализовала два крупных инвестиционных проекта. Это, собственно, строительство завода с бюджетом 1,6 миллиардов рублей. И вторая очередь завода по организации производства новых видов продукции, аккумуляторов ЕФБ. Производственная площадь 13 тысяч квадратных метров. Здесь земельный участок 10 гектар. Мощность завода на данный момент 1,5 миллиона аккумуляторов в год. У вас одна минута. Следующий слайд. Мы пересчитали заявленные цифры проекта уже по существующему валютному курсу. Стоимость проекта 778 миллионов рублей. Из них собственные средства 545 миллионов. Объем запрашиваемых субсидий 233 миллиона рублей. Статьи затрат показаны слева. У участники проекта это инициатор Елобужский аккумуляторный завод и участники 3 компании из промышленного кластера питонка Камы, Гранд-Инче и авторемонтный завод. Следующий слайд. здесь представлена схема реализации проекта. Дальше, пожалуйста. У окрупненный план график если следующий и показатели проекта на данный момент заключены договора как с участниками промышленного кластера так и с компаниями вне кластера по реализации продукции подтверждены объемы кроме участников кластера еще 7 предприятий будут участвовать в процессе археализации это как действующие дилеры завода так и новые предприятия спасибо за внимание спасибо большое за ваш доклад можно на предыдущий слайд вернуться у меня вопрос будет сразу по нему здесь указано на пятый год отношения вне бюджетных инвестиций к проекту к размеру субсидии 2.26 у нас проходной критерий это 2.3 то есть обязательное субсидирование не менее 70% от стоимости проекта вы здесь проходите буквально по границе я понимаю что скорее всего вы решили что показатель может быть округлен до 2 и 3 но по формальным признакам такой проект бы не прошел потому что обеспечения 70% вне бюджетных инвестиций просто нет это вот такое замечание у меня первое и второе второе что я хотел бы отметить у вас на текущий момент я внимательно смотрел ваш план график было потрачено 2.5% от общей стоимости проекта насколько эти данные актуальны и сколько вы планируете потратить до июня июля месяц когда будет конкурс на отбор на сегодняшний день мы в основном ведем работу исследовательскую по оптимизации технологий и по изготовлению пилотных партий 21 миллион мы потратили на начало года еще где-то порядка может быть 20 миллионов у нас запланировано именно на пилотные партии а 10% будет к июлю месяца от общей стоимости проекта ну постараемся дотянуть до 74 миллионов вам нужно точно дотянуть до июля месяца чтобы эксперты не указали высокий уровень риска как минимум замечание понятно коллеги есть еще вопросы по проекту первый вопрос ну мы в принципе обсуждали с вами то есть я тоже сейчас посмотрел ну действительно понятно с одной стороны что там и сейчас тем более условия у нас конечно меняются и тоже отдельный вопрос что инициаторам проектов сейчас многим наверное нужно приходится отказываться от ну не отказываться а где-то по крайней мере сокращать инвестиционные планы ну потому что текущая деятельность скажем так требует больше внимания да и средств но действительно в качестве рекомендации могу сказать еще раз конечно ну проект не маленький да и по в принципе объему инвестиций общему и по запрашиваемой субсидии поэтому конечно просто я могу сказать что мы сейчас находимся в той фазе когда вполне возможно будут какие-то дополнительные вводные со стороны Минфина и со стороны правительства Российской Федерации с точки зрения там работы с рисками предоставления господдержки потому что все проекты долгие там пять лет ну в данном случае и конечно вот ну помнишь в принципе прекрасно понимаете как проходит оценка проектов да что есть ряд рисков по которым комиссия оценивает проект рассматривает один из рисков это действительно риск того что бюджетный риск так называемый да что в том числе когда соотношение между уже потраченными средствами да в проекте и там общим объемом средств и субсидия ну конечно чем больше на момент защиты проекта в средства вложено уже тем конечно он более устойчив с точки зрения предоставления господдержки это не просто так это действительно были у нас при практике к сожалению не очень хорошие возвратов когда там ну слишком оптимистично подошли к проекту инициатора и на момент когда еще он только-только начинает финансироваться набрали обязательств и там кредитных и по субсидия там и заемные средства там фонд развития промышленности и в итоге просто сталкивались с тем что где-то на середине проекта когда ну риски где-то недооценили недорасчитали ну просто сталкивались с тем что проект останавливался и там дальше как домино потому что вроде и субсидию не получается там получить как планировалось потому что затраты еще не все понесены а тут уже кредиторы начинают требовать уплату там процентов основного долга ну и так далее и вот отсюда вопрос почему так подробно да потому что наверное ну в принципе и многих проектов других наверное коснется что понятно что конечно собственник там инвестор он конечно хочет там разделить карты риски да и собственно для этого привлекает господдержку но здесь нужен баланс поэтому у меня просто качество рекомендация посмотрите где вы можете ну там может быть где-то чуть ускорить проект понятно речь там идет потому что надо там 50 процентов инвестировать в первые три месяца но у нас есть и минимальный критерий что не менее 20 процентов затрат вы его помните да в течение года с момента заключения соглашения нужно лучше потратить мы просто наверняка как бы комиссии тоже задастся этим вопросом потому что проект уже подавался в 21 году и вот вопрос какая у динамика вот поэтому в качестве рекомендации просто посмотреть понятно текущие условия сложные но все-таки там посмотрите где вы может быть можете чуть ускориться для того чтобы на момент защиты то есть там в июле там в августе месяце уже у вас там эта доля понесенных затрат она там была повыше побольше и второй у меня вопрос участники проекта те же которые были в том году то есть те же три компании да да бетонкам а грант анчай арзакарип ну опять же как и на защите было да поднимался этот вопрос бетонкам и арзакарип в принципе все понятно что они в своей производственной деятельности эти аккумуляторы используют по грант анче помните был вопрос и потому что ну текущая по крайней мере по состоянию там на вот полгода назад роль этой компании по функциональной карте кластера она там ну скажем так требуется все-таки обоснование зачем мне эти аккумуляторы нужны вот здесь как хотите можете сейчас прокомментировать может быть просто в качестве рекомендации там принять что если эта компания остается в контуре проекта то это нужно ну как-то однозначно показать на функциональной карте какую она продукцию с использованием этих аккумуляторов будет дальше выпускать вообще этот вопрос у комиссии возникал и я уверен что возникнет скорее всего еще раз потому что проект в принципе ну он я так понимаю не сильно поменялся за это время ну я дать закончу сразу я говорю можете прокомментировать можете просто принять к сведению как на ваше усмотрение последнее еще что хотел сказать тоже вопрос который возникал помните на комиссии что достаточно большая доля планируется средств в проекте заемных то есть я так понимаю это фонд развития промышленности вы сейчас рассматриваете тоже просьба наверное прокомментировать на какой стадии там сейчас переговоры с фондом подали заявку не подали там когда планируете подать если не подали если подали то было ли уже какое-то рассмотрение хотя бы предварительное потому что тоже любой проект где заемные средства показывают особенно там в текущих условиях если это банковские кредиты ну понятно что стоимость кратно сейчас возросла их и ну здесь просто надо будет конечно понимать за счет каких источников будет осуществляться именно собственное финансирование проекта в принципе наверное по Гранд Инче мы ваше замечание учтем я думаю что здесь пока не будем комментировать по ФРП мы подали заявку но вот в связи с изменением курса сейчас ее будем переформатировать и мы провели переговоры с альтернативными поставщиками они нам подтвердили возможность поставки по ценнику еще готовят свое коммерческое предложение он я думаю будет даже пониже чем вот европейский если брать так что по ФРП мы на связи ведем работу они ждут от нас уже окончательной заявки ну окончательная заявка просто вы ну вы когда примерно планируете я думаю что в течение месяца ну тоже у меня со стороны там с точки зрения того как будет рассматриваться рассматриваться скорее всего на комиссию у меня просто такое пожелание что конечно если вас у нас же тем более в комиссии помните представитель ФРП присутствует и как бы для вас даже знаете дополнительная поддержка может быть потому что если представитель скажет да там заявку у нас есть мы ее там рассмотрели может быть там экспертный совет еще не проголосует но по крайней мере она там первичный обор прошла конечно это ваша позиция усилит на защите поэтому рекомендую конечно здесь по возможности ускориться спасибо спасибо большое за выступление приглашается к следующему выступлению межрегиональный нефтегазовый кластер представитель НПП Сибурмаш готовится представитель автомобильного промышленного кластера Ульяновской области не работает да указка ну попробовал пока тишина ну ладно буду значит часто повторять потому что нужно перелистывать Добрый день представляю Тюменский нефтегазовый кластер Попов Алексей Юрьевич компания Сибурмаш мы начнем с предыстории возникновения данного проекта ну нефтегазовое месторождение имеет свой срок рентабельной эксплуатации и это значительно зависит от методов и технологий применяемых недопользователем по состоянию начала 2000-х годов сложилась ситуация что крупнейшие месторождения перешли в разряд трудноизвлекаемых то есть либо на последней стадии разработки либо действительно требовали достаточно серьезных новых технологий которых к сожалению на российском рынке российский компания к сожалению не предоставляли и соответственно эту нишу достаточно успешно заняла большая четверка это Вазерфорд Шлемберже Холибертон Бейкер Хьюз приемлемый курс доллара ну и собственно говоря достаточно неплохие дебиты позволили недропользователям достаточно успешно многие годы существовать этому способствовало также в принципе нежелание заказчика развивать конкурентную среду ну и собственно говоря и отечественных конкурентов таким серьезным игрокам в принципе не было с введением санкционной политики которая так сказать настала с 2014 года у недропользователей у недропользователей появились серьезные проблемы с закрытием этой ниши и по этой причине так сказать и с ростом курса валют это выделило заказчика искать варианты замещения дорогого в последнее время просто отсутствующего оборудования технологий но все эти факторы привели к постепенному появлению отечественных производителей в сфере нефтегазодобычи ну и соответственно поняв эту ситуацию компания Сибурмаш приняла решение усилить работу в этом направлении и создала нефтесервисное предприятие ППНС Бурмаш хорошим подспорьем в этом направлении послужила также поддержка администрации Тюменской области так как новое предприятие разместилось на территории индустриального парка Боровский то есть смысл проекта это привлечение нефтесервисного предприятия как оказывающие услуги конечному недропользователю заказчику это подбор скважины работа с заказчиком комплектация оборудования при необходимости привлечения также и оборудования не входящего производственную линейку НПП Сибурмаш и оказание услуг конкретному заказчику непосредственно скважины ну очень неплохое географическое положение также сказывается на так сказать эффективности данного проекта находимся в городе Тюмень соответственно западная Сибирь у нас по логистически самобыгодно расположена ну и открытые направления как на восток так и на запад так в принципе и в Казахстан все опять все умерло можно привстать да кратко о промышленном кластере организован в 21 году пошло в него 19 промышленных предприятий кроме него имеется одно учебное подразделение это Тюменский индустриальный университет суммарно производимая продукция кластером составляет 249 миллиардов совместно выпускается всего 4,6 количество работников занятых в кластере 6680 человек то есть кластер новообразованный данный слайд показывает функциональную зависимость участников промышленного кластера но на примере взаимодействия между компаниями Сибурмаш хотелось привести следующее понимание то есть на первом пределе у нас потребляется только сырье то есть это материалы резина полиуретаны то есть это все что в России представлено в достаточно конкурентном количестве и по приемлемым ценам импортная составляющая составляет всего на данный момент порядка 3-5 процентов но это незамещаемые продукции из Китая на втором пределе Сибурмаш производит элементы из которых собирается в частности по 21 году около 180 единиц изготовлено элементов для последующего производства узлов и компонентов в прошлом году изготовлено 14 тысяч элементов это покера подвески центраторы башмаки то есть все что входит в конечную продукцию которую уже по пенсии Бурмаш поставляет как конечный заказчик непосредственно недропользователю за прошлый год было сделано 1324 скважины вся эта продукция на момент 14 года по сути дела была импортной то есть сейчас замещаем практически полностью все что производилось крупными игроками на российском рынке для крупнейших недропользователей страны ну цель проекта как и сказано это производство трех типов оснастки заканчивания скважин это ТОКС ОКОС и СОГРП цели ну это конечно же сокращение циклостроительства уменьшение затрат на вурение повышение нефтеотдачи конечно же импортозамещение ну актуальные проекты которые следует также не забывать что мы кроме того что мы замещаем уже существующие проекты по месторождениям находящихся на последнем стадии разработки мы замещаем на месторождениях которые достаточно сложные то есть Ямал-СПГ Ямал-СПГ-2 газовое месторождение месторождение первой категории скважин то есть это все входит в орбиту данного проекта сопутствующие цели следует отметить что проект рассчитан на 5 лет планируем создать порядка 300 рабочих мест из них около 100 это ИТР ну и следует заметить что с начала реализации проекта вышли действительно мы на выходим на иностранные компании на шельфовые проекты начали переговоры с рынками Ближнего Востока в частности Объединенные Арабские Эмираты одна минута осталось Оборудование представляет из себя многокомпонентно составляющие комплекты полностью замещающие все необходимое оборудование для заканчивания скважин все это оборудование производится собственными силами но как уже сказал с минимальным количеством западных комплектующих ну и в принципе по сути дела их влияющих данной обстановке практически нет постоянно ведем работы по неокру со всеми крупными отечественными ядропользователями ну как Роснефть там Лукойл то есть со всеми кто сейчас по сути дела попал под санкционную зависимость уникальность проекта с момента реализации показывает тем что мы защитили уже 12 патентов Российской Федерации на изобретение но оборудование в принципе во многих вещах достаточно уникальное не имеющее аналогов в том числе и западных инициатор проекта ну считаю достаточно серьезный игрок на рынке поставки газового оборудования сертифицирован по ISO 9001 к сожалению по IPI мы не смогли сертифицироваться потому что с учетом санкционности нам в принципе условия поставили в свое время невыполнимые то есть есть сертификация по американской системе к сожалению это нам американцы позволить не смогли так как мы составили серьезной конкуренции на рынке России за 12 лет предприятие очень серьезно повысило в объемах товарный выпуск вырос в 10 раз средняя списочная численность в 3 выработка в 3,6 налоги федеральный бюджет в 22 раза в местной в 11 раз увеличили следует следует заметить что за 12 лет 64% производственного фонда обновился то есть купили 71 станок следует заметить что в прошлом году первое в городе Тюмени мы запустили роботизированную линию производства стволов и покеров то есть стараемся развиваться и максимально повышать эффективность производимого оборудования все три типа оборудования попадают под приказ министерства по импортозамещению на проект планируется потратить 1 миллиард 527 миллионов из них собственных средств 1 миллиард 227 объем запрашиваем субсидии 300 миллионов ну как уже ранее сказано то есть субсидия 300 своих миллион 227 соответственно НПП как производитель производит ППН формирует полностью необходимое оборудование контрактуется и выступает конечным так сказать поставщиком недропользователем проект уже начат реализации с 21 года и потрачено порядка 300 миллионов то есть на данный момент куплено уже 7 станков поставлен комплекс для для испытаний то есть это для квалификации по системе валидации В0 то есть такие стенды существовали только у западных производителей соответственно это позволило нам квалифицироваться и выйти на проекты которые ранее были нам недосягаемы по причине непрохождения квалификационных испытаний оборудования то есть это стенд позволяет испытывать на тысячу атмосфер и на все виды средств включая газовую и соответственно все это под нагрузками то есть стенд достаточно дорогой уникальный и соответственно он уже смонтирован и работает позволяет контрактоваться и выходить с полноценным оборудованием заказчику то есть не проводя эксперименты на скважине показатели эффективности проекта за время осуществления пятилетней мы планируем продукции реализовать на 15 миллиардов соответственно первый показатель достаточно интересный ну и в принципе все остальные тоже достаточно проходные на данный момент как уже сказал потрачено около 300 миллионов и в дальнейшем в течение 5 лет эти же суммы планируем потратить зависимость от импорта минимальная для справки могу сказать что да действительно буквально еще 10 лет назад станочного парка для производства в частности этого оборудования российского практически не было то есть оно все умерло за последнюю закупку вот из 7 станков мы закупили два отечественных то есть сейчас с учетом сложившейся обстановки то есть максимально постарались проанализировать рынок и в принципе сложилось такое понимание что во-первых увеличивается объемы отечественных поставщиков но и в принципе достаточно безболезненно можем заместиться китайским оборудованием по металлообработке ну и всем остальным которые необходимы для того чтобы производить комплекс услуг для недропользователей соответственно на данный момент на 22-24 год заключены долгосрочные контракты то есть сейчас заключены 22 контракта на 6,1 миллиарда то есть это конечно же не на весь период это в основном объем текущего года и следующего но контрактная работа ведется соответственно видим спокойно то что мы будем объемами так сказать заняты на все 5 лет и следует заметить что за первый год нужно налоговых отчислений от данного проекта осуществили на 466 миллионов в принципе у меня все спасибо большое за доклад у меня вопрос следующий я насколько помню кластер был зарегистрирован еще в прошлом году в ноябре я правильно месяц называю ну где-то мы не успели пройти в прошлом году на конкурсный отбор еще специализированная организация не исполнится еще года вопрос у меня с чем связан у нас один из подсказателей рисков есть такой пункт который называется опыт сотрудников специализированной организации промышленного кластера в случае мы можем поставить средний уровень риска вам как эксперты только в том случае если у вас есть сотрудники с опытом привлечения мер поддержки либо в области проектного управления у меня вопрос такой есть ли такие сотрудники именно в штате специализированной организации или нет совсем понял вы имеете ввиду про квалификацию сотрудников которые работают в рамках этого проекта не в рамках этого проекта а именно в рамках специализированной организации промышленного кластера есть ли в штате специализированная организация помогут наверное вам нужно на феврале 2021 спасибо понял тогда в таком случае перед защитой необходимо будет предоставить в том числе документы подтверждающие что сотрудники ассоциации специализированной организации вашей они имели такой опыт либо проходили курсы по проектному управлению можете подойти после мероприятия ко мне да у меня такой вопрос я до сегодняшнего мероприятия видел вашу презентацию внимательно ознакомился с проектом и не до конца понял какой итоговый продукт проекта то есть что конкретно производит НПП Сибурмаш то есть у вас перечислена достаточно широкая номенклатура товарная если можно на шестой слайд переключить чтобы было более понятно то есть у вас здесь скажем так представлены картинки продукции то есть и слева представлена номенклатура то есть НПП Сибурмаш он производит каждую отдельную комплектующую а потом участник проекта собирает из нее итоговое оборудование или он сразу же собирает итоговое оборудование и это получается конечная продукция то есть я к чему это задаю потому что здесь нужно понимать на что направлен проект на производство конечной продукции которую потом поставляют на скважины или все-таки на производство комплектующих ну я понял примерно о чем вы хотите задать вопрос то есть смысл какой вообще проект и почему он вообще действительно народился начнем с самого начала то есть То есть недропользователь, с учетом тех условий, что скважинные условия становятся гораздо сложнее, с каждым днем, так сказать, месторождение не молодеет и наоборот становится все более сложнее, требует индивидуального подхода к каждой скважине. То есть можно сказать, что вот у нас 1200 скважин сделан, одинаковых практически нет. То есть и продукция, которую производит именно НПП «Сигбурмаж», она больше серийная. То есть это оборудование, которое входит в каждый комплект оборудования, поставляя его на скважину. В случае с ПП «Сигбурмаж», он комплектует не только оборудованием, которое производит именно это предприятие, он ведет сам неокры, он доводит его при испытании от оборудования, то есть при необходимости. Необходимостью он получил сейчас производственные площади по производству тех, например, комплектующих, которые требуют сургутнефтегаза, то есть начали выпускать нефтенабухающие покера. То есть он более мобилен, он покупает при необходимости продукцию сторонних организаций, если даже при необходимости импортную, и комплектует это все, сопровождая инженерным сопровождением, привозит и оказывает услугу непосредственно на скважине. То есть это вот как раз, так сказать, мобильный комоваяжер, который работает уже непосредственно с заказчиком. То есть смысл именно вот в этом. То есть основной производитель, да, конкретно «Сигбурмаж». В прошлом году произведено 14 тысяч именно вот единиц этого оборудования всевозможного, начиная от подвесок, покеров, пробок, ключей. Каждая муфта ГРП настраивается конкретно под каждый интервал скважины, то есть до 20 интервалов одной скважины. Каждая муфта настраивается непосредственно под то давление ГРП, которое необходимо конкретному заказчику под конкретные условия скважины, под конкретные коллекторские свойства в том числе. Да, я просто как раз вот в эту сторону хотел задать вопрос. Это инжиниринговая компания, которая оказывает уже весь комплект, который необходим заказчику. Ну, понятно. То есть, в принципе, я так понимаю, что у Сибурмаши есть определенная серийность продукции, уже изделия серийные, но есть изделия, которые, в общем-то, под заказчиком делаются и требуют, наверное, проведения не окра определенного, либо окра, по крайней мере. Правильно? Именно так. То есть, именно с этим связано ваше желание и с этим проектом зайти. У меня, смотрите, какой вопрос. Ну, понятно, проект актуален, особенно сейчас, и, в общем-то, и до нынешних санкций у нас с импортозамещением было тоже не все задачи решены. В нефтегазовый комплекс сейчас там, тем более, с нами собираются как бы и вот через эту историю там как-то, значит, работать. Ну, у меня, смотрите, вопрос какой. Ну, я смотрю даже по справке, которую коллеги подготовили, коротко. Здесь там порядка, наверное, 20 видов продукции. И при этом, ну, там, да, номенклатура в отраслевом плане импортозамещения, ну, она действительно такая достаточно в общем виде сформулированная, да, там, скважинное, там, устьевое оборудование, достаточно широкая номенклатура. Просто здесь нужно, конечно, ну, наверное, заранее поработать с отраслевым департаментом нашим, который нефтегазовым, может, настроением занимается, чтобы, коллеги, у нас просто был такой случай вот на прошлой защите, когда, ну, скажем так, не точь-в-точь совпадает номенклатура продукции с тем наименованием, которое в отрасловом плане, вот примерно как здесь, что оно просто более широкое. И нам в этом случае очень важно получить позицию от отраслевого департамента, они потом в протоколе ее там, ну, по сути, расписываются за нее, что вот эти виды продукции, они, ну, скажем так, являются частью там или какими-то подвидами вот этого укрупненного, укрупненной позиции в отраслевом плане. Вот это очень важно, потому что если коллеги из отраслевого департамента подтверждают, в принципе, но нам тоже и там членам комиссии будет, наверное, достаточно этой позиции, что, в общем, есть, ну, отраслевики, профессионалы, они подтверждают, что речь идет именно об этой продукции. Потому что, как вы понимаете, в конкурсной комиссии, ну, редко так бывает, что кто-то из комиссии там обладает глубокой экспертизой в конкретной отрасли. Мы поэтому как раз на каждый проект приглашаем отраслевиков наших, чтобы они вот как раз такое заключение дали. И здесь, я думаю, что имеет смысл заранее, там, вы тоже, ну, переговорите там с вашим департаментом, да, профильным. Вы же, ну, вы же в Тюменской области, да, предприятие находится. Вот, что просто с нами вышли на контакт, и мы как-то, может, организовали вот это обсуждение, что просто не получилось так, что мы в итоге там смотрим, отраслевики там, их никто не спросил заранее, а в итоге на комиссии они говорят, ну, вот из этого, ну, из этого номенклатуры только половину нам надо реальные импорты замещать, а в остальное, в принципе, и так там в стране есть там пять предприятий, которые делают. Я сейчас условно говорю. Вот. Ну, это, ну, важная история, да, потому что у вас, по сути, я так понимаю, что значительная часть вот оборудования, там, оснастки, софта, которые вы планируете в этот проект подавать, они же там не используются для какого-то отдельного вида продукта, скорее всего, а так или иначе будет использоваться для всей номенклатуры. Вот первый такой момент, да, вот как обратная связь, обязательно это обратите внимание. Опять же, если что-то нужно будет, вот мы выясним, что какую-то из позиций или там нескольких позиций, поставить вопрос о включении дополнительного трассового плана, как я вот говорил в своем выступлении, это можно сделать, но желательно заранее начинать, а там не за неделю до конкурсного отбора. И второй момент, можно отслать, где структура затрат в проекте, то есть, в принципе, проект достаточно, ну, такой немаленький, да, по объемам и по субсидии в том числе. Это, наверное, да. То есть, в принципе, у вас уже 287 миллионов, это уже факт 2021 года, ну и в 22-м там на момент отбора у вас там какая-то часть из суммы 296 тоже вы уже потратите. Значительная часть, потому что потрачено уже максимум, которое возможно. То есть, перефразируя то, что мы тоже задаем часто вопрос, в принципе, что с субсидией, что без субсидии, вы этот проект будете реализовывать, просто субсидия позволят, ну, как-то ускориться, либо какие-то дополнительные затраты. Здесь есть еще один маленький нюанс, который можно, ну, перебил, расскажите до конца, потому что я хотел на первый вопрос ответить, но пошли ко второму. Я понял, у меня, смотрите, вопрос-то был какой, ну, я просто вижу из структуры затрат, что, в принципе, здесь достаточно много затрат, которые, и, наверное, большая часть, да, львиная доля тех затрат, которые попадают под субсидию, ну, то есть, это и, ну, КД в первую очередь, да, тех процесс и технологии. Достаточно большой объем затрат, наверное, это в первую очередь вы будете субсидировать. Здесь тоже, наверное, как рекомендация на защите и в качестве, ну, когда документы по проекту будете готовить, просто учитывая, что, ну, там, реально, наверное, половина проекта занимает КД и технологии, но надо будет, конечно, описать это, ну, достаточно так, достаточно дать обоснование, что, ну, без этой КД вы просто не выйдете, то есть нет там какой-то альтернативной технологии, там, трансфер вы не можете сделать, то есть вам нужно реально там самостоятельно разрабатывать, ну, либо там привлекать какую-то компанию к этому. Просто здесь дайте побольше обоснования, почему там именно такие объемы, потому что, ну, реально там проект по НЕОКР достаточно капиталу емкий получается. Тоже комиссия, как правило, такие вопросы задает, потому что, когда у вас на протяжении, видите, у вас на протяжении там всего проекта вплоть до 25-го года у вас достаточно большие вложения в НЕОКР. Опять же, ну, результат мы должны уже увидеть на конец 25-го года этого проекта. И получается, что те деньги, которые вы на НЕОКР потратите в 25-м, они в живой продукции, наверное, воплотятся уже после того, как проект вот с точки зрения 41-го постановления закончится. Поэтому тоже здесь такой вопрос немножко спорный. Вот вы подумайте, как это обосновать, потому что, ну, сразу возникает вопрос все-таки, вот эти вложения в НЕОКР, они когда начинают оккупаться? Есть вероятность, что они начнут оккупаться уже за горизонтом реализации проекта по 41-м, и это тоже такой как бы спорный будет момент. Можно ответить? Да, так можно. Ну, по первому вопросу. Ну, я думаю, что это, в принципе, достаточно просто организовать, и можем сюда привести, ну, отзывы непосредственно заказчиков. То есть от крупных недропользователей просто получим письма, которых они привезут, по каким параметрам они считают, что мы являемся импортозамещающей компанией. То есть это, в принципе, проблем нет, потому что, ну, достаточно в серьезной связке мы находимся с заказчиком. Ну, если на то пошло, три года назад я сам был заказчиком, и вот сюда пришел именно с тем, что вот интересный проект, интересный подход, люди интересно хотят развиваться, и хотим действительно создать конкуренцию интересным западным компаниям. Ну, а сейчас сама жизнь позволяет, как бы, именно, считаю, санкционная политика, которая введена против нас, она, по-моему, введена именно для нас. Потому что, да, действительно будет сложно, придется работать, но в итоге мы только будем в плюсе. То есть, я думаю, с отзывами, ну, и, как бы, по, так сказать, по департаменту отработаем. Здесь вот вопрос именно по затратам. Хотел бы просто привести пример. Вот на данный момент у нас, в частности, четыре актуальных, серьезных неокр, которые стоят достаточно серьезных денег. То есть, вот просто один испытательный стенд, который вот запущен по валидации, он стоит несколько десятков миллионов. Один проект по просто вложению для того, чтобы сделать одну скважину для Новотека, он стоит 6 миллионов до введения санкций. Оптоволоконный кабель, которого там был в проекте у нас, он был европейского происхождения. Сейчас мы ищем аналоги. И вот, возможно, первое, то есть, вот то, что Башниф представлял, а может быть, даже и подумаем что-то заменить отечественное. Но там действительно достаточно серьезные требования и по датчикам, и по всему. То есть, это интеллектуальные скважины, то, что у нас сейчас, куда стремятся все, чтобы можно было условно управлять скважиной с компьютера. То есть, это, так сказать, требования времени, ципровизации и все остальное. Проекты очень дорогие. Как правильно вы заметили, именно неокры обходятся. Но они в плане того, что это малые риски, которые в данных проектах есть. Мы действительно давно работаем с нефтегазовым предприятием. И самый основной риск, который мы сейчас видим, и мы сейчас его в ближайшее время, возможно, и ощутим, это твердые цены в долгосрочных контрактах. То есть, когда тендеруешься, в принципе, в частности, и иностранцы даже, когда они их начали вымещать, они по многим проектам, ну, так сказать, опустили цены демпинговые, очень низко. И поэтому, когда действительно, чтобы проект развивался, мы просим денег даже не на то, чтобы, так сказать, развиваться. Конечно, мы будем развиваться, хуже или лучше. Но, по сути дела, возможность получить какой-то запас прочности, который позволит прийти, действительно, к новотеку и сказать, да, мы пойдем. Вот у нас, в том числе, нас государство поддерживает. Мы этот проект потянем. Да, мы это все понимаем. Я просто вот говорю, призываю обратить внимание вот на логику проекта, потому что, говорю, вот, когда, понятно, что вы свою деятельность не ограничиваете, там, пятью годами, да, до 25-го года, и это хорошо, и понятно, что компания давно на рынке. Просто вот в логике проекта, как вот по 41-му постановлению, здесь, может быть, тоже коллеги из спецорганизаций подключатся, вот все-таки вызывает вопрос, что именно в этом конкретном проекте не окор, но, по сути, таким ровным слоем размазан на 5 лет. А в логике господдержки все-таки проект, он же конечен с точки зрения, там, сроков затрат. И вот еще раз говорю, не очевидно, что вложения в НЕКР, которые вы понесете, там, в 25-м году, они до конца 25-го года воплотятся, условно, там, в металле в конкретных комплектующих. Вот еще раз вот на это прошло внимание. Ну, просто, конечно, обратной связи, чтобы не затягивать, просто как комментарий, просто подумайте. И у меня еще небольшой вопрос, тоже для понимания. А участник проекта, вот его продукция в чем? То есть это нефтесервис, как услуга. То есть там нет какого-то, ну, условно, там, скажем, установки. То есть, по сути, это контракт на нефтесервис, это промышленная деятельность. И, по сути, для того, чтобы этот контракт осуществить, например, связанный, да, там, со скважиной, необходим определенный набор оснастки. Вот верно я понимаю? Ну, не только оснастки. Оснастка – это буквально одно из наименований. Это и программные продукты. Это сейчас разрабатываем программные продукты для того, чтобы просто заказчику вменяемо доказать на уровне топовых нефтесервисных компаний, квалифицированно доказать геологам, почему оборудование должно применяться вот так, с такой-то конфигурацией, как оно будет работать там в перспективе, там, год, два, три, какие получены будут эффекты. То есть это все программный проект, который, в принципе, он лицензируемый и который сейчас мы вынуждены разрабатывать конкретно под кредитного заказчика. Все понял, все понял. Но тоже в качестве рекомендации, потому что, смотрите, такая в этом плане ситуация, может быть, не совсем похожая на большинство проектов, потому что все-таки, ну, такая стандартная логика, когда есть в кластере производитель конечной продукции, вот, ну, условно, там, собирает, ну, там, сейчас условно скажу, там, собирает там из деталей какой-нибудь там агрегат, узел и так далее, либо там вообще конечную продукцию. А здесь немножко логика другая. Вот тоже рекомендую в презентации вот почетче показать пример того, что является с точки зрения кластера, даже по функциональной карте, ну, коллеги тоже понимают, о чем я говорю, что является конечным продуктом, который уже, ну, по сути, результат деятельности кластера вот в рамках этого проекта. Здесь тоже у комиссии, скорее всего, будет возникать вопрос, потому что, говорю, немножко в этом плане нефтесервис, он по логике отличается от, ну, какого-то там другого производства, где есть там четко переделы, там, где я что-то собрал из комплектующих и продал. На это желательно обратить внимание, чтобы в презентации тоже об этом почуще рассказать. Ну, и в обосновании проекта тоже. Просто как рекомендация. Я могу сделать презентацию на несколько часов, только я не уверен, что у нас Минпромэнерго будет слушать меня. То есть я специализированный нефтяник, недропользователь, я знаю все достаточно серьезно, гораздо лучше, чем производители, которые делают оборудование. Поэтому нужно ли это? Много вопросов по продукции по вашей. Скажите, пожалуйста, вот в договорах с потребителями этой продукции вы также полным перечнем все это прописываете? Или как-то иначе у вас там это выглядит? О намеренных, об обязательствах? Все зависит именно от конкретных заказчиков. А вот в данный момент? Да, а вот у каждого заказчика, ну я могу привести пример. То есть на конкурс вы принесете такое количество большое договоров, где будет на каждый вид продукции намерение их купить, да? Нет, так они сейчас, эти контракты есть. Текущие? Текущие, конечно же. То есть мы прошлый год отработали на 3 миллиарда. То есть это уже осуществленная деятельность, это уже закрытые объемы. И на этот год, я уже сказал, там порядка 6,1 миллиарда, это законтрактованные 22 контракта, включая, я привожу недропользователя, но мы работаем со всеми вуровиками, то есть это и Эрилы, и Газпром, и нефтьбурение, то есть со всеми подразделениями, которые также заказывают услуги непосредственно недропользователям. То есть это все также наши клиенты. И приводить пример договора, но в частности с Роснефтью один контракт, но это порядка 500 листов. То есть нужно ли это вот сейчас все эти номинования сюда тащить? Ну тогда упрощу тогда ответ. Для всех серьезных недропользователей типа Лукойл, Роснефть, у них действительно вся номенклатура оборудования прописывается. Сейчас у них неконкурсные выборы в принципе у всех запрещены, то есть если даже им надо, то это по сути дела однозначно тендер. Для таких нефтесервисов, которые вот там Эрил, СНПХ, у них рамочные контракты. То есть да, действительно сумма прописана, прописаны типы оборудования, прописана ориентировочная стоимость, а дальше по сути дела на каждую скважину мы обсуждаем стоимость, комплектность и все остальное. То есть это по сути каждый недорогий пользователь держит у себя вот такую условно прокладку, которая позволяет ему оперативно решать существующие проблемы. Рекомендация она очень простая. Вот когда вы указали перечень тех комплектующих, которые вы будете выпускать или оснастки, как это правильно называется, те люди, которые будут проверять, проверять ваши документы, они должны будут увидеть эти слова, эти слова и в договорах. Нет вопросов. Вот о чем мы здесь делаем речь. Я понял. А именно весь перечень оборудования, он как раз и обозначается, вот ТОКС, ОКОС, то есть это как раз и есть аббревиатура, которая прописана в том числе в конструкторской документации. То есть каждый, не вопрос, я же и сказал, что за прошлый год 1200 отдельных элементов произведено. То есть это все можно поднять вплоть до конструкторской документации. То есть это все соответствует. Да, уважаемые коллеги, спасибо большое за доклад. Всем спасибо. Приглашаем представителя автомобильного промышленного кластера Ульяновской области, инициатор совместного проекта ООО «Спринтер». Готовится промышленный кластер Аббат. Добрый день, коллеги. Уважаемая комиссия, уважаемые слушатели, представляю вам проект производства дифференциалов с электрической блокировкой. Следующий слайд. Представлю кратко наш кластер. Ульяновский автомобильный промышленный кластер Ульяновской области. Мы объединяем трех производителей моторной техники. Всем знакомый УАЗ, известный СИМАЗ, производитель автобусов. И компания «Автодом», которая производит спецавтомобили на базе шасси УАЗ. В наш кластер входят 15 членов, входят два вуза, входят два инфраструктурных участника. Следующий слайд. Да. И вот представляю нашу технологическую цепочку из металла. Обычный металл, кругляк, поставщик «Евраз», который не является участником кластера, поскольку для компании «Евраз» любой производитель достаточно мелкий. Компания «Спринтер» будет делать дифференциал с электрической блокировкой, которая пойдет в третий передел в производство мостов. Сейчас это непосредственно делает компания УАЗ. Но, Андрей Викторович, вот в данный момент компания УАЗ механо-сборочное производство выделила в отдельное ООО. Соответственно, это ООО войдет в кластер. И, соответственно, у нас будет третий передел отдельный участник кластера. И четвертый передел производства автомобиля уже непосредственно ООО УАЗ. То есть у нас цепочка расширится. И сейчас мы хотим оказать меру поддержки непосредственно производителю дифференциала компании «Спринтер». Следующий слайд. Значит, в чем актуальность проекта? Ну, есть предыстория, да. Дифференциал с электрической блокировкой, он востребован для автомобилей повышенной проходимости. Ну, это в общих словах, да, там для джиперов, для охотников, рыбаков. Но это также востребовано для спецслужб, МЧС, скорая помощь. Дополнительно имеет возможность двойного применения. Если раньше для доработки использовали самоблокирующий дифференциал от бронетранспортера, который протачивали, вставляли в мост УАЗа, то теперь предлагается продукт, который, ну, имеет лучшие потребительские свойства, позволяет лучше управлять характеристиками автомобиля, ну, и имеет потенциал размещения на другие производства. В настоящее время дифференциалы с электрической блокировкой автозаводу поставляет американская компания «Итон». Проект начался еще в прошлом году. Он был реализован в виде получения патента, который не нарушает прав компании «Итон». На это компания «Итон» сделала демпинг в цене. Соответственно, проект был, ну, не окупаемый по затратам на производство. Буквально три недели назад все поменялось, автозавод резко задумался о импортозамещении, и проект стал действительно актуален вот в текущих реальных условиях. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, я дополнительно вот все уже рассказал. Ключевые характеристики – это то, что он полностью, стопроцентно из отечественных комплектующих. То есть металл, пластиковые детали, там обмотка электрическая, контакты, система управления – все отечественное. Следующий слайд. Да, значит, инициатор проекта – это Ульяновский авторемонтный завод. Компания больше 30 лет. Она производит различные виды продуктов для спецтехники. Может быть, кто-то из охотников слышал про лебедку спрут, которая вытеснила лебедки винч на рынке Приворска федерального округа. Это как раз наш производитель. Ну, они делают такую особенность, да, то есть лебедки у них делает дочка ООС «Прут». Для дифференциалов они сделали ООС «Принтер». Вот. Но все это расположено на одной территории, в одних помещениях, управляется одним управленческим персоналом, имеет достаточной мощности, складские, электрические. Ну, в общем, все условия для работы. Следующий слайд. Мы заявляемся, что общая стоимость проекта составляет 100 миллионов. Это будет меняться, к сожалению. Мы предполагали использовать станки, обрабатывающие центры DMG Mori. Пока DMG Mori нам притормозил работу в текущих условиях. Как вариант предполагается использовать станки китайских производителей, у которых нет пока между собой связки, автоматизации. Но мы можем это реализовать в местных условиях, используя одного из участников кластера, да, компанию «Солерс Инжиниринг», который сможет связать станки уже прямо в линию. Вот. Ну и субсидию мы запрашиваем 30 миллионов. Она меньше направлена на НИОКР в части вот конструкторской документации, но больше поддерживает НИОКР в части сертификации, испытаний, ну и поддержки непосредственно в оборудовании. Андрей Викторович, ваши инициативы мы 15 числа будем поддерживать. Хорошо бы эту поддержку увеличить. Следующий слайд. Да, значит, финансирование, да, непосредственный участник предприятия. Да, мы заявляем, что у нас два участника в рамках 41-го постановления, УАЗ и Стринтер. Но мы имеем в виду, что автодом, который делает спецавтомобили на шасси УАЗ, он тоже будет потенциальным участникам. Но кроме этого, группа ГАЗ также ведется переговоры об использовании модификации этой электроблокировки. Следующий слайд. Да, три недели назад наш график выглядел вот в таком виде. Мы хотели все проработать тщательно, не торопясь к августу месяцу защититься, в следующем году проработать поддержку, получить деньги, закупить оборудование. В этом году все, ну, через три недели вот реально все поменялось. До конца года необходимо освоение, ФРП привлекаем, но поддержку все равно требуем, прям вот настоятельно требуем оказать, поскольку в том числе у нас вырастают потребности и в объемах производства, и в производственных мощностях. Станки будут нужны побольше. Следующий слайд. Да, ну, это характеристики проекта. Да, мы понимаем, что мы заявились вот под ровные 30 процентов и вынуждены будем пересмотреть. У нас впереди вот буквально месяц на то, чтобы проработать и оборудование, и новый объем производства. Но нормативные параметры мы понимаем, что надо уложиться в любом случае. Следующий слайд. Сам непосредственно генеральный директор не мог приехать, выросли цены на медь, решает производственные вопросы, в том числе в рамках обеспечения конвейера УАЗа. Ну, собственно говоря, автозавод тоже очень напряженно работает. Я представляю кластер Александр Седов, являющий генеральным директором. Одновременно я являюсь кластером директором в Центре компетенции развития промышленности Ульяновской области. Андрей Николаевич Козин, мы с вами были, да, 1 июня на автозаводе, тоже не мог приехать. У нас Игорь Владимирович Лябиков работает вот в второй-третьей группе с промышленными технопарками, которые также войдут в структуру нашего пластера. Наверное, все. Давайте я отвечу на вопросы и посоветуйте, чтобы заполнить. Время ограничено, реально у нас месяц надо отработать по полной. Спасибо большое. Уважаемые эксперты, есть вопросы? Значит, мы их включим в кластер. Ну, сами понимаете, для этого надо пройти процедуру, общее собрание. В данный момент у меня подписано письмо исполнительным директором УАЗа, Спирином, о том, чтобы дочки заполнили анкеты, заполнили формы, назначены ответственные. То есть у нас это в рабочем процессе. Вы понимаете, что сделать, как можно быстрее, да? Да. Я дополню, у нас кроме этих двух дочек еще добавляются другие члены, у нас класс-то развивается. Еще такой вопрос, вам. Вы затратили не копейки? Мы не показываем текущие затраты на патент, на конструкторскую документацию. Они уже потрачены. Сколько это вопросов? Вот смотрите, сейчас там вопрос, сколько? Вот здесь все, что вы сейчас скажете, 3, 4, 4, принципиально. Если сейчас представить ситуацию, что вы не указали, что вы не указали, что эксперты посчитают высокий риск. Вот. Потому что нам сейчас по какой-то причине не указать не знаю, что вы не указали, но этот рочный риск уже неоднократно говорилось, что чем больше, тем лучше. То есть показать совершенные затраты именно в рамках проекта. Я понял. И, кстати, еще дополнение насчет затрат. Я так понимаю, что стоимость проекта будет пересматриваться. Да. В сторону увеличения. Не факт. Не факт, да? Ну, мы заложили очень хорошие обрабатывающие центры ДМГ Мори. Тогда вот еще такой вопрос. Вы указали, что ваша продукция проекта входит в отраслевые планы импортозамещения. Но вот, к сожалению, это не так. То, что вы указали шифр, это относится к 719 постановлению на соответствие, что продукция является российской. А вот именно в отраслевых планах импортозамещения для автомобильной промышленности. Вот именно такого, скажем так, кода не было. А у нас зато есть сам автомобиль, который входит. И все, что входит в автомобиль. Автомобиль действительно входит. Но тут, опять же, потребуется подтверждение отраслевого департамента, что в данном случае дифференциал, он также является импортозамещающей продукцией. То есть автомобиль-то может в целом входить, но нужно подтверждение для отдельной продукции. Нет, коллеги, тут мешаясь немножко. Автомобиль-то, наверное, может входить в тестовый план, но комплектующие для автомобилей это разные вещи. Поэтому все-таки у нас поддержка направлена на соответственное импортозамещение компонентной базы. И вот как мы на предыдущем проекте обсуждали, что если, например, есть какая-то укропненная формулировка, ну, например, я сейчас условно говорю, там детали, там ходовые части автомобиля, там электрооборудования автомобиля, то, наверное, можно с отраслевым департаментом обсуждать, чтобы они там на защите подтвердили, что, да, естественно, это там входит в состав электрооборудования, что потребность импортозамещения есть и так далее. Но когда вы говорите, что у нас автомобиль в отраслевом плане, вот все, из чего он состоит, соответственно, можно поддержать, это неправильно. Я согласен, да, с черновым обязательно проработаю. Если понадобится, мы это письмо о включении в отраслевой план то напишем. Но, поверьте, электроблокировок автомобилей в России не делают в промышленном масштабе, а применять применяют. Если видели компанию Итан, у нее на сайте есть еще, кроме непосредственно блокировок, которые автомобильные, есть всякие муфты, есть какие-то механические опять передачи для других отраслей. Потенциально в рамках технопарка можно из этого производителя вырастить более крупного, более расширенного производителя. Уважаемые коллеги, вопросов нет? Скажите, пожалуйста, основным поставщиком сырья является Евраз, правильно? Металл, да. Черный металл. Да, под сансы не попадаете, нет? Компания международная. Металл-то в России он продает. Ну, я имею в виду, у вас все нормально будет в этом плане, да, то есть... Это российский металл, уходит в российский автомобиль, на санкции, в общем, ну, вредят в виде курса, но помогают в виде продвижения проекта. И вот до конца не поняли относительно вот этого риска по станкам. Все-таки это будут китайские станки, это будет пусконаладочная работа, связанная с их встраиванием в цепочку с помощью компании Солер, да, по-моему, назвали? С инженерным, да. То есть это вами уже сейчас эта работа ведется, вы сейчас это прорабатываете? Да, уже все руки руки. Уже есть какие-то контракты на поставку этих станков? Пока нет, пока это запросы. В процессе, да? Это да, в процессе. Ну, как вам, по вашим ощущениям, по времени, сколько это займет? Ну, непосредственно обсуждение займет, да, еще, наверное, месяц. Ну, не всегда есть понимание, да, с иностранными, с китайскими партнерами, вот, в характеристиках, в требованиях. Ну, до момента получения субсидий этот вопрос будет в любом случае закрыт. В части же монтажа проектирования, ну, по опыту работы, да, с компанией штукав, тут уже наш производитель местный, 3-4 месяца механообработку, да, могут сделать, поставить. Тут не сверхсложная, не самая большая химия, это просто, ну, хорошая механообработка. Это зубчатая передача, соответственно, 4 оси, обработка, точение. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Спасибо вам. В следующем приглашаются представители кластера высокотехнологичного оборудования АБАТ, Чувашская республика. Совместный, инициатор совместного проекта ООО «Электромотор». Добрый день. Решите представить вашему вниманию совместный проект «Электромотор», как уже было сказано, предприятие «Электромотор», который является участником промышленного кластера высокотехнологичного оборудования АБАТ. Что из себя, несколько слов о промышленном кластере АБАТ. Следующий слайд можно? Год создания промышленного кластера АБАТ – 2021 год. Несмотря на это, работу по импортно-замещению наше предприятие, которых на сегодняшний день насчитывается 10 единиц в составе кластера, мы начали в 2012 году. И изначально программа развития предприятия АБАТ настроилась на постепенном импортно-замещении продукции. Все это мы выполняли собственными силами. То есть было от импортно-замещения пластиковых деталей до переключателей мощности, реализованных до 2021 года. После выхода актуализированного постановления 41-го было принято решение нашу работу формализовать, если так можно выразиться. И мы подали заявку во втором полугодии прошлого года на регистрацию нашего кластера. В состав кластера на сегодняшний день входит 10 предприятий, как я уже сказал, малого, среднего и крупного бизнеса. Консолидированная выручка предприятий составляет 6,7 миллиардов рублей. Основная продукция участников кластера, а это 4 предприятия-производители конечной продукции, это оборудование для предприятий общественного питания. Наши предприятия на сегодняшний день являются лидером в производстве этого оборудования на территории Российской Федерации. Значительная часть продукции также экспортировалась, в том числе и в страны Европейского Союза. Не знаю, как будет дальше. Наиболее характерные виды продукции представлены на слайде. Это параконвектоматы, котлы пищеварочные, конвекционные печи, тестомесильные машины, посудомоечные машины, ну и ряд холодильной техники, которую смысла нет, наверное, перечислять все. Кроме этого, в технологической инфраструктуре кластера Центр прототипирования национных разработок в Речеварском государственном университете инжиниринговая компания «Гибридная техника», а также электромеханический колледж Минобразования Чувасской Республики. Следующий слайд, пожалуйста. Функциональную зависимость участников кластера можно представить тремя основными переделами. Первый передел – это услуги производственного характера, так называемый заготовительный передел, в котором предприятия-участники кластера оказывают услуги по изготовлению заготовок различными видами раскроя от лазерного, заканчивая гидроабразивным. Второй передел – это изготовление комплектующих и технологической оснастки. Основные, не основные, а виды продукции, которые удалось импортозаместить, представлены на слайде. Это пакетные переключатели, переключатели мощности, так называемые, которые десятками тысяч импортировались раньше из стран Европейского Союза, это Германия, Испания. Детали токарно-фрезерной группы, габели выводные – все это производится нашими предприятиями, участниками кластера для основных четырех компаний, которые выпускают готовую продукцию. Что именно мы выпускаем, я уже перечислил. В сегодняшних условиях вопросы импортозамещения особо остро для нас стоят, несмотря на то, что нам удалось порядка, наверное, на 80% комплектующих локализовать. На наших предприятиях осталось еще очень много незаполненных ниш. Это и мотор-редукторы, и электродвигатели, и индукционные модули, и контроллеры, и пластинчатые теплообменники, ну и компрессоры для холодильного оборудования – это, наверное, общая проблема для всех предприятий, которые выпускают холодильную технику в России. Цели и актуальность проекта. Проект наш называется «Освоение промышленного производства агрегатов насосных для посудомоечных машин». Как я уже сказал, мы являемся на сегодняшний день крупнейшим производителем посудомоечных машин для предприятий общественного питания. Два предприятия у нас сегодня занимаются выпуском различных посудомоечных машин от фронтального типа производительностью от 500 тарелок в час, скажем так, до 3000 на сегодняшний день. Вот. Продукция постоянно растет. За 2022 год выпуск посудомоечных машин в свете, ну, мы прежде всего считаем коронавирусных ограничений, выпуск посудомоечных машин удвоился. Соответственно, потребовалось и импортировать насосы, ну, кратно. Как пример, в 2019 году было приобретено насосов на сумму более миллионов долларов. Это Европа, в России, к сожалению, такая техника не производилась. По нашим прогнозам, к 2025 году потребность в агрегатных насосах возрастает в два раза. Актуальность проекта. Ну, прежде всего, это импортозамещение, как я уже сказал, в России эти насосы не производятся. Нашим предприятиям удалось начать уже выпуск этих изделий. Мы об этом чуть, несколько попозже. Следующий слайд, пожалуйста. Описание продукции проекта. Что из себя представляет агрегат насосный, представлено на взрыв схеме. Все комплектующие, из которых состоит насос, ну, за исключением листового, наверное, металлопроката и эмальпровода, производятся участниками нашего кластера. Пять предприятий кластера привлечено к изготовлению комплектующих для сборки насоса от литейного передела. Это пластиковые заготовки из цветного литья. Пластиковые заготовки и заготовки из цветного литья, я прошу прощения. Второй передел – это и изготовление, и поставка жгутов, так называемых, выводных концов, как мы их называем, и механическая обработка литейных заготовок. Третий передел у нас представлен изготовлением деталей токарно-фрезерной группы для электродвигателей и насосов. И четвертый передел – непосредственно производство обмотки электродвигателя и непосредственно сборки самого агрегата насосного. К сожалению, есть еще покупные комплектующие остаются, такие как подшипники, торцевые уплотнения. Если подшипники мы импортировали раньше из стран Европейского Союза, сейчас нашли поставщиков КНР. Несколько слов об инициаторе проекта. О электромотор было создано в 2018 году для решения задач по импортозамещению двигателей для параконвектоматов и конвекционных печей. К сожалению, не нашлось на тот момент партнеров Российской Федерации, кто бы взялся за эту задачу с необходимым уровнем качества изделий, но и соответствующей ценой. У всех получалось либо качество, они на высоте, либо дороже. В разы причем. С этой задачей электромотор у нас успешно справился. И в 2021 году импортировать электродвигатель мы полностью прекратили. Хотя раньше мы закупали порядка 20 тысяч электродвигателей ежегодно, а также на сумму более миллиона евро. Основные поставщики это были европейские, опять же, страны, как я уже сказал, это Италия, Германия. Вот. В начале 2021 года было принято решение об расширении производства. Была закуплена новая производственная линия. Это прессовая линия для изготовления пакетов ротора и статра. Это литейный комплекс для заливки роторов. Ну, это и линия по намотке непосредственно самих обмоток. Можно попросить показателям поближе? Что показать поближе? К показателям уже перейти. А, к показателям поближе. Хорошо. К показателям. По электромотору выручка за последний год у нас практически удвоилась. За счет, как я уже сказал, импортозамещения по двигателям. План графики с мета совместного проекта. Срок реализации проекта 2021 год-2025. Объем инвестиций составляет 58,8 миллионов рублей. Собственные средства 41 миллион. Объем запрашиваемых субсидий 17 миллионов. Из собственных средств половина затрат мы уже понесли. То есть больше 20 миллионов мы уже вложили в проект. И, как я уже сказал, с начала этого года к выпуску насосов мы приступили с ограниченными партиями. Финансирование мероприятий. 17% запрашиваемые в субсидии. 41% за электромотором. Спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, сколько уже процентов про софинансирование софинансировано с вашей стороны по проекту? 50%. 50% уже есть. А к июлю месяцу это показатель до скольки возрастут? К июлю месяцу рассчитываем к концу года мы рассчитываем полностью закончить финансирование проекта. И со второго полугодия, я думаю, мы полностью закроем наши потребности. А проект по мероприятиям не будет расти? Ну, я имею в виду, больше мероприятий не будет. Почему я задаю такой вопрос? Потому что комиссия, которая будет рассматривать ваш проект уже в июле, они могут задать вопрос относительно того, а зачем нам поддерживать, если проект уже фактически завершен? Ну, проект не совсем завершен, на самом деле. Как я уже сказал, мы на СОСе начали выпускать на обходной технологии. Вот мы и дальше можем продолжать выпускать обходной технологии. Но это совершенно другая производительность. То есть ряд операций технологических, он просто исключается, если мы завершим этот проект. А это себестоимость то же самое, которую как бы до последних событий у нас на самом деле двигатель получался на уровне европейских производителей. Нам вот в прикирочку удавалось как бы попадать как бы в ценное образование, чтобы наши предприятия обратили на нас внимание, потребители основные. Вот. Здесь надо учесть, когда вы видите, когда вы видите, какие-то вопросы начать нам, что они ставят. Ну, я понял, я понял, да. Да, для того, чтобы его искорить или для того, чтобы его сделать более рентабельным, на самом деле. Хорошо. Коллеги, есть вопросы еще? Вопросов нет. Давайте тогда переступим к следующему проекту. Тоже инициатором является ООО «Электромотор». Да. Если сложно, попросим чуть более раз, потому что мы уже знаем. Хорошо. На самом деле, второй проект это продолжение первого. Вот. Мы планировали приступить к реализации второго проекта после завершения первого. Во всяком случае, не инвестиционной фазы. Но сегодня мы этого позволить уже не можем. Буквально за последние две недели было принято решение об ускоренном импортозамещении. Продукция, которая сегодня на освоение, который направлен этот проект, она сегодня, к сожалению, вся импортная. В России ее нет. И мы для себя приняли решение это дело форсировать. Вот. В связи с этим и задачи, они на самом деле все схожие. Проект во втором, продукция второго проекта это насосы для параконвектоматов и двигатели малой мощности. Опять же, для нашей техники. Это немножко другая линейка. Там требуется закупка оборудования другого типа размера электродвигателей. Там требуется закупка оснастки. Причем, как я уже сказал, мы сегодня уже испытываем проблемы с этим. Все компетенции необходимы и часть производственных мощностей у нас на сегодняшний день уже есть. Я, с вашего позволения, перейду сразу тогда к показателям проекта. Совокупная стоимость проекта 33 миллиона рублей, объем допрашиваемой субсидии 10 миллионов, собственно, средства 23. Здесь мы, к сожалению, затрат еще никаких не успели понести, кроме разработки конструкторской, технологической документации и изготовления опытных образцов. Как я уже сказал, две недели назад все было принято решение. Но мы надеемся этот проект успешно реализовать, поскольку у нас другого выхода нету. Нам заместить просто нечем. это продукция. Если коротко, то все, по второму проекту. Да, планируем. Не все, наверное, все-таки, поскольку оборудование, которое мы закупаем, это будет Китай. Как с логистикой будет не совсем понятно, а желание такое есть. Ну, сумма-то небольшая проекта у вас, поэтому я думаю, что 3 с лишним миллиона рублей это в любом случае потратите. Правильно? Да, мы над этим сейчас работаем. Как я уже сказал, все две недели этим занимаемся. Хотели немножко это дело расценить во времени. К сожалению, не получается. Спасибо вам большое. Есть вопросы какие-то у экспертов? Еще? Вопросов нет? Благодарю вас за доклад. А у меня 3 тысячи проекта. Вы еще хотели что-то добавить? Нет? Нет, все. Спасибо большое за доклад. Приступим тогда к следующему. Мы как раз по формальному признаку были отстранены. Одного документа не было. Одного документа не нашлось, хотя мы были уверены, что мы его отправляли. Да, он был в начале, первый проект. Это первый проект был. Мы должны были, мы претендовали на декабрьский конкурс. А мы уверены, что не забыли. Мы думаем, что он где-то потерялся просто. Спасибо вам большое. А третий проект вы тоже представляете? Да, я представляю. Все, я понял. Я являюсь генеральным директором Фроста, который является одним из предприятий, которое выпускает готовую продукцию. Поэтому мне все эти проекты близки. И как Андрей Викторович сказал, мы предприятия, участники кластера подталкиваем к этим проектам. Я как никто заинтересован, чтобы они занимались этим проектом. Поэтому я глубоко знаю, как они реализуются. На сегодняшний день большая проблема, поскольку мы в своей технике в основном европейские производители использовали. Ищем, ищем. Ищем. С Китаем работаем, уже с нашими партнерами плотненько это дело все обсуждаем. Но нас успокаивает пока, что, ну и мы какие-то запасы имеем. Понятно. Большие объявления я знаю, почему спрашиваю. Они попробовали нам поискать для вас. Я вот. Ну, мы с Минкромторгом на эту тему работаем. Сведения о потребляемых нами компрессорах мы предоставили. Я так понимаю, это уже, ну, это давно уже на самом деле обсуждается. И ни на одном совещании с участием нашего профильного департамента участвовал. К сожалению, на тот момент никто не нашелся в России, кто займется. Объемы были не такие, скажем так, которые позволят ну, такие существенные затраты нести. Там действительно вот, ну, завод специализирован нужно строить. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, можете приступать к защите. Да, следующий проект. Инициатор проекта сварочные технологии, директор присутствует в зале, ну, попросил меня помочь ему, я с радостью отозвался. Вот. Ну, сразу хочу сказать, пусть он не стесняется, тренируется, потому что ты на конкурсе помогаешь. Хорошо? Да, мы учтем. Совместный проект называется освоение производства комплектующих высокотехнологичной техники производства компании кластера Абат. Про кластер я уже достаточно сказал. Я этот слайд, наверное, пропущу. Про функциональную зависимость тоже. Вот. Непосредственно про цель и актуальность проекта. Реализация стратегии импортозамещения, которые проводят предприятия нашего кластера, подразумевает собой не только импортозамещение каких-то механизмов, но в том числе и металлоконструкций, которые на сегодняшний день импортируются. В рамках освоения этих видов продукции мы предлагаем освоение полок решеток для холодильного оборудования, крыльчаток для пароконвектоматов и решеток для фритюрниц. К сожалению, нами все это на сегодняшний день импортировалось из стран Европейского Союза, из Азиатского региона. И в России, к сожалению, на сегодняшний день поставщиков требуемого качества у нас нет. Так, за 2020-2021 год корзин для фритюрниц было закуплено нашими предприятиями на 22 миллиона. Полок решеток на 100 миллионов прогнозируется выпуск для холодильного оборудования, причем полок решеток с полимерным покрытием. на сегодняшний день полки решетки такого класса, они, к сожалению, все импортные. Это Турция, конечно, но, тем не менее, в России не производится. Это не Европа, но это все-таки импорт. Вот. И третий вид продукции мы объединили в одном проекте три вида продукции, поскольку мы закупили уже высокопроизводительное оборудование, которое, скажем так, достаточно универсальное и позволяет несколько видов продукции осваивать одновременно. Вот. И третий вид продукции это крыльчатки. Сегодня наше предприятие крыльчатки для конвенционных печей закупали у итальянского производителя Матика. Это лидер в нашей отрасли по производству крыльчаток. Вот. С этого года планируем начать поэтапное импортозамещение этих комплектующих. Вот. Предварительный объем по крыльчаткам на 20-26 год более 55 миллионов. Несколько слов о инициаторе проекта о сварочных технологиях. Выручка за последний год практически удвоилась так же как и у электромотора 42 миллионов до 71 сумма уплаченных налогов и сборов с 4,5 миллионов до 5 миллионов возросла за 21-й год. Среднемесячная зарплата плюс 17 процентов 48 тысяч рублей примерно. Совокупная стоимость проекта 65 миллионов рублей, собственные средства 54 миллиона, объем запрашиваемых субсидий 11 миллионов. Основные затраты это приобретение оборудования в лизинг, технологической оснастки, вот дальше разработка конструкторов технологической документации, приобретение лабораторного оборудования и изготовление опытных партий. Финансирование мероприятий, как я уже сказал, собственными силами планируется в объеме 54,5 миллиона рублей, запрашиваемые субсидии 11. Порядка 30 процентов затрат предприятий уже понесло, это прежде всего уплата лизинговых платежей, изготовление опытных партий и технологическая оснастка. Завершение проекта и, скажем так, полное импортозамещение планируется к концу 22 года. Отношение совокупного годового объема бюджетных инвестиций к размеру субсидий составляет 4,8,6. И все. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос следующий. Комплектующие вы обозначили решетки сварочные, крыльчатки и фритюрницы, правильно? А фритюрницы, вот можно уточнить, это не конечная продукция? Корзина для фритюрницы. Корзина для фритюрницы. Не сами фритюрницы, а корзина для фритюрницы. Здесь опечатка, прошу прощения. Понял. Тогда это является соответственно комплектующим к конечному продукту. Так, коллеги, есть у вас вопросы? Вы во всех трех проектах указали, что у вас оборудование в лизинг. Не у всех. Ну, в двух точно было проектах. В первом проекте половина это кредитные средства, половина лизинг. Да. Да, остальные два проекта в лизинг. Ну вот, значит все-таки право. У меня какой вопрос. Лизинг, то есть вы закупаете в какой стране? В России или за рубежом? И если это за рубежом, то не будет ли проблем с оплатой? Ну, соответственно, валютную. По третьему проекту лизинг это Турция. Там у нас проблем нету. По второму и по первому проекту это Китай. То есть мы изначально оборудование закупали в Китае. И неплохое, кстати, оборудование. Вот. В России такого не производится. То есть, скажем так, нынешние условия никак не повлияют на реализацию проекта. Они в любом случае... Они повлияют в размере лизинговых платежей. Вот те показатели, которые здесь есть. Понятное дело, что когда мы подписывали договор, ставка была одна, сейчас ставка другая. Что будет дальше, это совершенно непонятно. И цены на закупаемое оборудование, которое в проекте представлено, они были запрошены на середину февраля месяца, наверное. Вот. Что сегодня с ценами на металл, как бы с ценами на... Ну, на все практически и с курсом. Поэтому тут все показатели недостаточно условные. Думаю, это как у всех коллег, которые представляют сегодня проект. Все это будет меняться. Это будет меняться, но я в том плане имею в виду, что проект все равно будет реализовываться. То есть, задача предприятия стоит, чтобы эти проекты реализовать. Но мы ставим такую задачу, чтобы проект реализовать, иначе у нас выход один и другой. Мы остановим просто выпуск одного из видов продукции. То есть, я к чему веду? Насколько жизненно, скажем так, необходима субсидия? Понятное дело, что она необходима всегда, если это субсидия, но в том плане, что проект жизнеспособен без нее, или он будет жизнеспособен с ней? То есть, насколько, скажем так, вы добиваетесь того, чтобы получить именно субсидию? То есть... Ну, смотрите, вот у предприятия нашего Квестера еще 10 критичных импортозамещающих продуктов. Вот. Первый проект мы начали реализовывать первые два... Первый и третий проект мы начали реализовывать собственными средствами. Вот. Причем пришлось нам в третьем проекте объединить три вида продукции в один проект, поскольку, ну, они достаточно мелкими были. Вот. С собственными средствами, к сожалению, мы ресурсовые исчерпали. Даже по второму проекту это вот достаточно... Это вынужденная мера на самом деле, поскольку, ну, нам просто некуда деваться. И у нас на очереди еще десятых проектов на самом деле. И от того, насколько будет поддержано импортозамещение, ускоренное импортозамещение, не зависит, как мы дальше будем работать. Спасибо. У меня вопросов больше нет. Ну, в продолжении темы, я думаю, что действительно для многих коллег это актуально, особенно у кого средства заемные или лизинг. То есть вот в этом третьем проекте, если я правильно понимаю, пока еще лизинговый договор у вас не заключен. Заключено. Уже порядка 30% уже платежей состоялось. Одна единица оборудования уже смонтирована, по двум ждем отгрузки. Ну, это хорошо, потому что, ну, я правильно понимаю, что у вас договор лизинга составлен так, что, в принципе, ну, понятно, что оборудование, которое еще не законтрактовано, возможно, там, конечно, сна оборудования вырастет, но условия ставки, да, лизинга, она, ну, она не плавающая, она не будет. А лизингодатель российский, не иностранный. Российский, российский. Ну, то есть, здесь просто видите, какой риск может быть, что вы же, приходя на отбор, вы уже просчитываете, вот вы сейчас посчитали, да, там, затраты, да, исходя из текущих условий контракта, я, конечно, рекомендовал бы, наверное, там, к моменту отбора переговоры с лизинговой компанией провести, потому что мы-то, ну, у нас возмещается, там, до 15% стоимости предмета лизинга, в рамках первого платежа. И если предмет лизинга возрастает, ну, цена, значит, и объем субсидий, возможно, возрастет. Просто, если вы вам там одобрили субсидию, там, на x рублей, да, в процессе лизингодатель, там, 2x ставят, мы-то все равно уже после этого проекта одобрен, поддержан, не заключено соглашение о субсидии, мы просто не сможем эту сумму увеличить, даже если у вас затраты возрастут. Поэтому желательно эту работу провести заранее. Ну, и там, как-то договориться, я надеюсь, конечно, что-то там к моменту, когда мы будем уже документы принимать в июне, в июле, уже, по крайней мере, как-то будет постабильнее, мы какое-то равновесие найдем, сколько там ключевая ставка, там, останется она 20, повысится, понизится. Ну, просто рекомендация вот такая, чтобы вы потом не попали, знаете, в ситуацию, когда и перед Российской Федерацией взяли обязательство, по реализации проекта. то есть, по сути, это просто будет удорожение проекта для вас, а уже условия, вроде как, подписались, надо выполнять все. Да, мы это обязательно приемем к сведению, но встречные предложения, когда мы говорили о предложении по кредитировке 41-го постановления, наше предложение, это увеличить процент, как бы, компенсации по лизинговым платежам и по процентам по кредиту. Я думаю, это для всех очень актуально на самом деле. И, возможно, как бы с 30% и... Ну, вы знаете, с кредитами тут проще, потому что у нас же там привязка к базовому индикатору, то есть, чем выше ключевая ставка, тем больше мы в процентном отношении можем возместить. Здесь, наверное, в этом плане, в принципе, механизм и сейчас гибкий, да, то есть, он позволяет а по лизингу, но давайте, конечно, посмотрим. Мы просто 30% выбираем оснасткой, у нас на остальное не остается. А по оснастке мы затраты уже понесли. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы в реестр когда вошли? В 21-м году? В конце 21-го года. В конце. У нас директор ассоциации здесь, Саша. Ну, здесь вопрос, опять же, по квалификации. Сможете ли вы подтвердить наличие таких сотрудников? Да, мы уже записали себе этот вопрос. Мы с Минпромторгом по субсидиям работали, это прежде всего не ОКР, пилотные партии, то есть соответствующие квалификации у нас специалисты есть. Специалисты в штате, да? Да, в штате. Если вопросов нет, спасибо большое за доклад. Следующий приглашается промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники, инициатор совместного проекта АО «НПО Электромашины». Готовится кластер «Планар». Коллеги, здравствуйте. Я директор по стратегическому и инновационному развитию научно-производственного объединения «Электромашина», входящий как президент в кластер транспортного машиностроения. И представляю вам доклад сегодня по производству зарядных станций, быстрых зарядных станций, ЭЛИ, которые встраиваются в комплексное решение зарядной инфраструктуры. Дальше. Ну, кратко о кластере Алексей Королев, это наш спецорг, уже рассказал. Здесь я хочу просто добавить, что такой объем предприятия, имеющий научно-технический потенциал, дает возможность быстро реагировать на изменения внешней среды, что дает неоспоримое преимущество кластеру в части выпуска своей продукции. На сегодняшний день понятно, что действуют ограничения разного типа. И я считаю, что кластер транспортного машиностроения и участники отлично справляются с поставленными задачами в части импортного замещения. Дальше. Предложение в части зарядной инфраструктуры. Мы на сегодняшний день уже изготовили пилотную партию в железе и заключаем непосредственно с Уралполимером это изготовление деталей и узлов именно внешнего облика из циклопластика, входящий в пластер транспортного машиностроения. По второму переделу у нас энергоисточник, также входящий в пластер, он производит комплектующие, это различные предохраняющие органы управления в части электрооборудования. Третий передел считают один из основных здесь идет передел в части силовых преобразователей ключей микропроцессорных сборок, довольно-таки сложный на сегодняшний день элемент, но хочу сказать по силовым преобразователям у нас сотрудники приводной техники у них получилось реализовать, то есть у них был проект по накопителям, они данную задачу там реализовали и на сегодняшний день их продукция в части импортозамечения очень востребована и она полностью встраивается в эту цепочку при производстве зарядных станций. Ну и четвертый передел конечно это общая сборка непосредственно на предприятии научно-производственного объединения электромашина оснащен он современным испытательным оборудованием, испытательный центр на нем находится, ну и в целом сборочное производство, которое обеспечит полный цикл сборочного производства. По актуальности данного проекта все мы прекрасно помним, что в 21 году, а именно 23 августа премьер-министр у нас подписал приказ распоряжения по развитию электротранспорта и инфраструктуру, в котором конкретно говорится по объему выпуска зарядных станций 150 киловатт и 44 киловатт до 30 года. Это порядка 10 тысяч зарядных станций быстрых и 15 тысяч медленных зарядок. Данное оборудование, оно, конечно же, в отраслевые планы импортозамещения входит, то есть оно там есть, и это дает возможность полностью уверенно шагать вперед непосредственно с инновационным продуктом. Если говорить про описание продукции, это один из элементов непосредственно быстрая зарядка 150 киловатт, которая в целом обеспечивает до 20 минут, как требует распоряжение зарядки любого автомобиля. Применяемость в основном мы сегодня отрабатываем как предприятие с органами власти, это и с Архангельском, это мы сейчас рассматриваем и непосредственно в госкорпорации Ростех Сити, которая там строится, то есть мы сейчас прорабатываем и к нам обратилась также из ближайших это Сахалин. Но на сегодняшний день основное мы упор ставим к июлю месяцу запустить полноценный работающий хаб, то есть хаб себя будет включать полностью инфраструктуру, на которой будет установлена также наша система производимая научно-производственным объединением электромашина МАЗИС 2.0, которая обеспечивает и безопасность и экологические параметры, которые она ловливает по 9 параметрам непосредственно Центр Экомониторинга направляет это и оповещение, это и освещение. Плюсом будет установлено все информационное табло и полностью навес, обеспечивающий именно полноценное удовлетворяющее нахождение потребителя, кто будет пользоваться данной заправочной станцией. Также хочу сказать, что в июле то, что мы планируем это все смонтировать, установить, также посвящено именно открытию нашего технопарка, потому что это будет рядом с ним находиться, именно это полностью хаб, пристрой. Дальше, пожалуйста. Ну, про производственные площадки электромашины, кто не знаком, это предприятие оборонно-промышленного комплекса, вот, входящий в Уралогонзавод, собственно, и в госкорпорацию Растех. В госкорпорации Растех сразу хочу сказать, тоже есть разработка фора, все ее прекрасно знают, 44 кВт у них на самом деле получилась зарядная станция, это медленная зарядная станция, 150 кВт они сейчас обратились к нам за помощью, то есть у них больше ста не получается. Мы здесь немножко разожлись по разным направлениям, то есть мы больше направлены именно на междугороднее сообщение, там, где требуется быстро ускоренная зарядная инфраструктура. Ну и в целом мы на сегодняшний день, если говорить по квалификации, активно реализовали бренд полноценный Amazis, который у нас на сегодняшний день реализуется и в фонде развития промышленности мы в 2020 году взяли 14 миллионов займов под его развитие, где мы сегодня выпускаем продукцию. Также у нас активно идет работа в части производства электрооборудования для городского транспорта, это для трамваев, для электробусов, для трамвая мы уже выпускаем. То есть и также работаем с Министерством промышленности и торговли, ну непосредственно департамент наш Капранова, то есть там мы по госпрограммам тоже меры поддержки получали, активно это реализовали и достигли всех экономических показателей, которые требовала программа на сегодняшний день. Одна минута. Минута. Все, я заканчиваю. Сейчас вы меня камнями только не закидывайте. Вот. Андрею Викторовичу, то есть мы дали от кластера предложение в части все-таки пересмотреть возможность распределения 50 на 50. Я понимаю, вы сейчас замечание скажете, но в целом сумма проекта у нас 92 миллиона рублей, то есть по 46 миллионов из фонда. Понятно, если это не принято будет, готовы поменять и построиться под данную задачу. В целом, хочу сказать, что к июню месяцу при вводе на основные средства данные затраты составят около 40 миллионов рублей уже на тот момент. Дальнейшие работы они в целом будут направлены на развитие именно резидентов кластера. Это Уралполимер, который нам будет в оснастку соответственно вкладывать средства и в приводную технику, которая также будет обеспечивать прирост выпуска компонентов, которые применяются в зарядных станциях. Финансирование, как я сказал, уже пополам. Основное это Уралполимер и приводная техника. В целом, по докладу все. Дальше план-график рассчитан на 4 года. Основной задачей к концу года выйти по 719 монокомпоненты получения акта экспертизы. В следующем году получить уже наконечное изделие целиком, чтобы можно было участвовать именно в конкурсах и процедурах по 44-му в том числе. Спасибо, коллеги. Спасибо. Ну, наверное, самый очевидный вопрос, который есть, наверное, у всех экспертов, это то, что ваши продукции являются конечной продукцией. Конечной продукцией является зарядная инфраструктура, включающая в себя систему безопасности оповещения, систему экологии, также непосредственно рекламные стенды, отображающие информацию о свободном месте. Это навесы и место, где будет проводить непосредственно тот человек, кто этим будет пользоваться. И один из элементов это зарядная станция. гипотеза в целом красивая, но вам думаю, что все эксперты скажут, что электрозарядная станция отдельная, это все-таки конечная продукция. Понимаю, что вкупе может быть и город. Город можно тоже целиком назвать, не привязки к всему. У нас концептуально принято решение на концерн, на комплексные решения придавать. То есть мы не хотим торговать железками. Не очень интересно, потому что туда также входит программное обеспечение, обеспечение, которое обеспечивает именно сеть. То есть это сеть зарядных станций. Можно эту железку продать отдельно, та же самая PSS-платформа, которую сейчас китайские используют, она может свой софт использовать. Можно и так. Но концептуально это все-таки сетевой оператор. PSS-платформа является основным разработчиком сегодня, кто уже разработал непосредственно программное обеспечение с приложением. Он его сам разработал. Fora тоже использует PSS-платформу. Мы сейчас сотрудничаем с ElectroCars. То есть это тоже наш российский разработчик, он уже разработал тоже софт. То есть конкурентная среда есть. Моя рекомендация все-таки проект если и делать, то делать его по производству может быть комплектующего для этих электрозарядных станций. Но отдельные электрозарядные станции они не являются ни комплектующим, ни материалом, ни сырьем. У нас только три категории все-таки. И еще один пункт, который бросился прямо в глаза. У вас общая сумма затрат инициатора проекта 92 миллиона рублей. В принципе мне кажется довольно-таки дорогостоящий проект должен быть. В качестве мероприятия вы указали проведение проектно-изискательских работ, строительство и ввод зарядного хаба в эксплуатацию. Вот здесь хочу, чтобы вы немножко пояснили, что это значит. Хаб это в целом комплексное решение. Я понимаю, но вы указываете это как мероприятие в рамках проекта. У нас есть четкие мероприятия, которые зафиксированы в 41-м постановлении, на что могут быть потрачены деньги. Строительство зарядного хаба туда не входит. Это я понимаю. Подготовка к серийному производству, к серийному выпуску. Это оснастка непосредственно сама, то есть написание тех процессов всех необходимых и участникам классера в том числе. То есть если вы смету посмотрите, в целом мы на окровскую часть разложили и на подготовку производства она есть. Сырые документы не спорю. Ну, над документами вам очень рекомендую поработать и привести мероприятие и в плане графики и в смете в соответствии с 41-м постановлением. Да, ну так или иначе принимать решение с учетом всех рисков сейчас вообще не знаем чего ожидать. К июню месяцу нужно четко понимать, мы должны вернее для себя понимать насколько мы готовы исполнить эти показатели и соответственно заявить уже документы по мобилю. Согласен. Обычно два сценария рассматриваем. Все верно. И можно все-таки уточнение по поводу суммы 92 миллиона это все-таки на что? Мы из документов ничего не поняли. Честно. 20 миллионов это ПКИ материалы. 20 миллионов конечно я сюда в части строительно-монтажных работ заложил. Я понял и сключу. И все остальное это уже у нас идет расклад по окровской части приводной техники по окровской части именно Уралполимера и подготовки их производства. То есть остальное мы как бы сами все несем. Просто я сюда предусмотрел стройку зря. Тогда вот еще один комментарий что статьи затрат по проекту их нужно будет пересмотреть с точки зрения того кто несет эти затраты. То есть здесь у вас указано три предприятия но при этом мы все же говорим об одном об электромашине ну НПО электромашины. Соответственно нужно вот убрать будет приводная техника и Уралполимер. А касаемо строительства строительство можно оставить. Только это нужно будет тогда написать что строительство допустим вот хаб сейчас честно говоря не совсем понятно что из себя этот хаб представляет. Если допустим это какое-то отдельное сооружение тогда оно подходит под мероприятие тогда его можно включать в общие затраты просто оно будет несубсидируемой частью. Да и соответственно его в зачет можно будет в общую сумму проекта в зачет можно будет Я концептуально в голове это представлял все хорошо. Да чтобы увеличить соответственно субсидию тоже за счет как раз таких затрат. Денис Валентинович есть комментарии? по проекту? Ну уже в принципе сказали относительно там 50% затрат но понятно ваш месседж скажем так и у нас сейчас есть предложение в активной работе просто ну здесь во-первых конечно надо что там Минфин прошло во-вторых совершенно не факт что мы успеем к концу точнее к началу отбора изменения нести поэтому просто будьте готовы что если на момент защиты все-таки этого не произойдет еще раз повторюсь мы будем конечно предлагать правительству чтобы на ранее поддержанные проекты тоже распространялось чтобы мы в процессе могли доп. соглашение заключать но все-таки здесь надо ориентироваться на действующую редакцию потому что если вы в таком виде подадите заявку ну это просто будет отклонение по формальному признаку пока просто это имейте ввиду здесь-то понятно у нас такой формат неофициальный это безусловно мы можем обсуждать вот но у меня комментарии все-таки в принципе об этом уже сказали но тем не менее здесь все-таки не совсем понятно что является конечной продукцией кластера то есть зарядная инфраструктура но это такая достаточно общая формулировка то есть все-таки электростанция с точки зрения даже функциональной карты кластера это конечный продукт кластера или вот это ну это зарядная станция точнее или все-таки зарядная станция как продукт дальше поставляется кому-то из участников кластера, который разрабатывает софт, возможно, программирует контроллеры какие-то, что-то еще там делает, какую-то производственную операцию, потому что если вот это, тогда, в общем-то, я не вижу здесь каких-то препятствий. Если же зарядная станция, как продукт, уже потребитель ее не в кластере, то есть кто за нее деньги платит, за ее поставку, то все-таки это в текущую конструкцию 41-го не укладывается. Поэтому вот этот момент обязательно проработайте. Потому что тема-то актуальна, и понятно, что сейчас электротранспорт, в общем-то, будущее, но здесь же вопрос в том числе вот такого формального соответствия нормативному акту. Ну, надеюсь, с электротранспортом все в порядке будет, потому что в любом случае инфраструктура не нужна. Но по инсайду, даже не по инсайду, а тут даже КАМАЗ обратился к нам, мы на той неделе ВКС проводили, испытывают сложности, мы сейчас параллельно с ними запустились в работу совместно. Это в части инфраструктуры именно под электробусы. Я понял. То есть есть момент на согласии? Ну вот на этот момент прошу обратить внимание, и вот все-таки его как-то более так структурированно отразить заявки впоследствии. Все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Приглашается кластер Планар. Готовится пензостанкомаш. Не получится. У нас к защите четыре проекта, причем один касается измерительного оборудования, вот он первый пойдет, и три касаются производства комплектующих для систем передачи данных. Мы их сделали концептуально внешне очень похожими для того, чтобы, так сказать, упростить подход. И, естественно, стоимости, которые там указаны, во всяком случае, планируемые, пока это предварительные цифры. Начнем с расширения производства векторных анализаторов цепей и измерительных систем. Если для экономии времени мы уже про кластер Планар подробно рассказал, руководитель специализированной организации. Если позволите, сразу к проектам перейдем. Можно следующий? Следующий. Ну, цель проекта расширения производства, освоения производства новой продукции новых модулей векторных анализаторов цепей, предусматривающих импортозамещение средств измерения. Суть в чем, если мы говорим об актуальности проекта, то на сегодняшний день кластер выпускает более трех десятков моделей векторных анализаторов цепей. Этот прибор, напомню, является основой для разработки и производства любой радиоэлектронной техники. И без него, в принципе, ни производства, ни функционирования радиоэлектроники невозможно. К сожалению, на сегодняшний день 95% данного вида оборудования в Российской Федерации это продукция американской фирмы Кейсайт, немецкой роды Шварц, японская МРИСУ. Наша продукция в основном идет на экспорт, шла во всяком случае. Сейчас появляется шанс предоставить ее, скажем так, на внутренний рынок. Тем более, что она очень конкурентно способна и очень неплохо себя зарекомендовала на мировом рынке. Во всяком случае, НАСА покупает у нас гораздо больше, чем Роскосмос. Для того, чтобы максимально локализовать производство векторных анализаторов цепей, принято решение подготовить выпуск модулей ВАЦ в меньшей степени зависящей от поставки комплектующих из стран, которые, скажем так, препятствуют передаче нам технологий. Можно следующий? Ну, я уже рассказал. Следующий, пожалуйста. Ну, скажем так, производственные возможности у нас есть. И я поставил в затратную часть еще и затраты на капитальное строительство. Почему? Потому что та производственная площадка, которую мы сейчас используем, 7000 квадратных метров на площадке 1,72, это в центре города Челябинска. Она нам на сегодняшний день уже предельна. И мы построили новый производственный участок в пригороде Челябинска. На сегодняшний день, к концу года мы надеемся закончить инфраструктурные с инфраструктурными проблемами. То есть нам обещают наконец дать газ. И мы начнем там разворачивать линии по производству, в том числе векторных канализаторов цепей. поэтому затратная часть предусматривает еще и затраты на капитальное строительство. Мало того, этот участок мы намерены использовать потом как технопарк. Такие цели мы преследуем и основными, естественно, участниками будут предприятия промышленного кластера. Следующий, пожалуйста. по стоимости проекта мы указали 310,5 миллионов рублей, а собственные средства 217,3. Запрашиваемая субсидия, ну, я просто взял 30% от суммы. Вопрос такой, что на сегодняшний день проект серьезно проработан, то есть мы вложили уже 38,5 миллионов рублей в разработку новых моделей, конструкторскую документацию, вложили порядка 15 миллионов программное обеспечение, но это еще процесс идет, ну, и вложили деньги уже в строительство газопровода, вот, я говорил о инфраструкторных проектах. То есть это то, что касается подготовки проекта, мы его в любом случае будем реализовывать, потому что мы выживаем за счет того, что наша продукция конкурентоспособна на мировом рынке, она востребована. На сегодняшний день поставок ВАЦ из Китая ожидать в ближайшее время не стоит, потому что пока их уровень, уровень ВАЦ производства Китайской Народной Республики не соответствует требованиям наших производителей. Ну, здесь мы указали работу, чтобы ВАЦ максимально приблизить требования 41-го, мы показали, что сам векторный анализатор цепей, это, скажем, базовый прибор, для каждого потребителя он комплектуется дополнительным оборудованием, дополнительным программным обеспечением, что может взять на себя исполнитель ЛНПО-Планар, который, по сути, будет выступать конечником, то есть конечным реализатором продукции. Теперь, что касается потребностей. При ограничении поставок радиоэлектронного измерительного оборудования в Российскую Федерацию, можно смотреть на рынок ВАЦ-РФ, но здесь мы посмотрели, скажем так, более внимательно. По данным Росэлектроники, он составлял 7-8 миллиардов в год. Однако, мы можем смело сказать, что это не совсем корректные цифры. У нас есть примеры, когда закупалось оборудование с излишним функционалом и по явно завышенным ценам. Скажем так, я даже документировал такие вещи, например, обращаясь в ФАС, на предприятия Роскосмос и так далее. То есть устаревшее американское могли покупать в 2-3 раза дороже, чем российское, при характеристиках гораздо худших. Поэтому рынок на сегодняшний день оценивать 7-8 миллиардов будет не совсем правильно. И в то же время какие-то предприятия могут сократить свои программы или более экономные, или более там внимательные, использовать имеющееся оборудование. Поэтому мы сделали прогноз на 2-3 миллиарда. Естественно, не мы только, то и в ней в 3 и профильные, скажем так, структуры. И пошли по самому пессимистичному прогнозу о том, что мы сможем в итоге 5 лет поставить на 1 миллиард 100 миллионов. Из которых НПО Планар обязуется в виде комплексов и приобрести ООО Планар на 500 миллионов. Ну, это я еще раз говорю, это очень такие приблизительные цифры. Основная цель соответствовать требованиям 41-го постановления. Ну, все, что касается проекта, готов ответить. Спасибо большое. Мне такой вопрос. Мы знаем, что компания попала под санкционный список, насколько я понимаю, и вы сказали, что продукции сейчас востребованы именно на мировом рынке. Не возникнет ли проблемы с реализацией этой продукции? Прошу внести корректировку. Под санкции попало ООО Планар, их всего 8 в Российской Федерации и 1 в Беларуси. Это способ нанесения микросхем на плату. ООО Планар, который попал под санкции, это Ижевский ООО Планар, который, по сути, не является производственным предприятием, а является, назовем так, неофициальной дочкой Ижевского радиозавода. Он приобретал, и, к сожалению, с очень серьезными нарушениями оборудование для космической отрасли. И, судя по всему, я не изучал так подробно, но могу сделать вывод, что он нарушал некоторые требования, которые предъявляются к реализации данной продукции Госдепа США. Ну, вы знаете, да, это требование. Продавец должен указать конечного потребителя продукции и доказать, что он делает какие-то переделы. Я думаю, что они просто обвинены в контрафакте, и поэтому на них наложены санкции. Это не наше предприятие. К вам вообще никакого отношения не имеет это комплект. Мы не приобретаем, мы не приобретаем и не производим оборудование военного назначения. Если оно дальше используется, ну, так знаете, это и молотком можно орудовать. Да. Настолько гражданского назначения. Уважаемые эксперты, есть вопросы? Есть еще один вопрос. Вот вы сказали, что планируются новые векторные анализаторы цепей разрабатывать и потом производить, а чем они отличаются от старых? То есть не совсем было, я по крайней мере понял их отличие от той продукции, которую вы уже сейчас производите. То есть будет ли они кардинально отличаться? Нет, кардинально они отличаться не будут. Ну, как кардинально? По сути, это прибор, который мерит три параметра и плюс фазу. вопрос в том, что постоянно идут требования у различных предприятий, различных производителей идут требования к характеристикам прибора. Кому-то нужно рабочую частоту очень высокую, например, 110 ГГц, почти в России не используется, у нас предел до 20. Кому-то надо до 9, например, связистам, им просто больше не надо, но у них другие характеристики требуются. Потом есть возможности действовать с расширителем или еще что-то. Их большое количество, они принципиально отличаются, ну, есть такое условное различие по рабочей частоте, там, от килогерц до мегагигагерц, но это все определяет рынок, то есть, как только появляется новое направление в производстве каких-то продуктов, им требуется измерительный прибор с определенными характеристиками, мы его выпускаем. То есть, какого-то невероятного различия между ними нет. У них есть разница в акцентировании какого-то функционала. Да, почему я задаю такой вопрос, поддерживаются проекты в рамках 41-го по тем продуктам, которые ранее инициатор не производил, поэтому готовя, ну, скажем так, подготавливаясь к конкурсу, вам нужно будет обосновать, чем ваш продукт отличается. Он принципиально не отличается, но вы знаете, как и автомобиль, ну что, четыре колеса и двигатель внутреннего сгорания, но почувствуйте разницу, какие они бывают. Так и здесь, вот мы, например, запускаем 16-портовый, это в корне облегчает процесс измерений, потому что до этого они выпускались только двух- и четырехпортовые приборы, то есть там масса различий, если это, мы, честно говоря, на следующей неделе намерены с департаментом радиоэлектронной промышленности поговорить и о чем я сегодня вечером доложу, то есть у нас есть предложения кое-какие, мы как раз поговорим, я думаю, что профильный департамент вопросов по ВАЦам вряд ли у них возникал. Я еще такой вопрос, видел везде разные цифры у вас в разных документах, которые вы присылали, срок реализации проекта был указан с 2021 по 2026 год, если считать 21, 22, 23, 4, 5, 6 это 6 лет реализации проекта, у нас по 41 постановлению должно быть не более 5 лет, соответственно те цифры, которые вы указали, это тоже на 6 год, насколько я понимаю, не на 5 год реализации проекта, здесь вам нужно будет именно при подготовке документов на финальную защиту, обязательно посмотреть, проверить эти показатели, в 2021 году вы потратили, да, я поясню, я поясню, я просто немножко небольшой был цейкнот, потому что у нас все подошли проекты, и случилось такое изменение, и потом предложено было поучаствовать в сегодняшнем мероприятии, мы в срочном порядке готовили, и возможно я просто недопонял ситуацию такое, что мы показали, что с 2021 года мы уже начали готовить документацию, мы понесли затраты, они официально у нас проведены, но как но выходим мы на скажем взаимодействие с Минтром Торгом и по взаимоотношению по 41-м постановлению, мы намерены выйти в 2022 году, то есть сейчас в первом или втором полугодии, и основные основные скажем показатели, которые мы хотим добиться, мы хотели бы это сделать в очень сжатые сроки, потому что еще одна очень серьезная статья затрат, если вы обратили внимание, ее занизил, ну чуть позже объясню почему, это приобретение дополнительного оборудования для производственных линий на новой производственной площадке, стоимость их мы не знаем на сегодняшний день, и вполне возможно, что нам придется потратить небольшое время и силы для того, чтобы заменить их аналогами, потому что на 80% это американское и немецкое, ну будем изыскивать возможности или демодернизировать, например, китайское или российское, то есть у нас есть такие возможности, мы сами разрабатываем станки у нас есть и промышленные роботы для собственного использования. Понял, но поскольку речь идет именно о сроке реализации проекта, то есть значит он в 2021 году, то есть закончил... Я вас понял, мы очень плотно общаемся с ФРП, они оказывают прямо хорошую методологическую нам поддержку, поэтому мы это все устраним, я думаю, просто не успели. Спасибо. Коллеги, есть вопросы еще по проекту? По первому вопросу проекта нет, у нас есть еще три проекта, тогда переходим к следующему. Пока картинки, я просто объясню, случилось так, что у нас разработки были начаты в прошлом году или в позапрошлом году какие-то и подготовка закончилась к концу прошлого года в начале этого, поэтому такое обилие проектов мы предлагаем. Так, если можно, следующее. Следующее у нас измерительные модули, для системы экологического мониторинга. Еще, пожалуйста. Следующее. Нет, это система газовой безопасности, это объектовое оборудование системы газовой безопасности. После взрыва, после взрывов, ну, нас, во всяком случае, меня сподвигло, взрыв в Магнитогорске, мы, скажем так, своими силами разработали прибор, который позволяет мониторить... Еще раз, назовите проект, как называется проект, о котором мы сейчас слушаем. Это расширение производства объектового оборудования, системы газовой безопасности МКД, планар СГ, если мне память не извиняюсь. Сереж, тут сигнализатор газа, это это? Да, сигнализатор газа. Вот он. То есть, мы его смотрим. Спасибо. То есть, это составляющая системы газовой безопасности. Мы проработали этот вопрос совместно с Министерством общественной безопасности Челябинской области, получили основные требования, самое главное из которых было возможность оснащения многоквартирных домов. То есть, требовалось быстрое, недорогое решение, которое позволяет установить оборудование в газифицированных домах, дабы вовремя и провести обязательную диспетчеризацию. То есть, для того, чтобы информация об утечке не просто сообщалась, как пищалки с Алиэкспрессом, звуковой сигнал дают и так далее, а давала звуковой сигнал, передавала СМС владельцу и еще перечню людей, которые внесены в карточку. Но самое главное передавала, на диспетчерскую информацию о характере превышения концентрации газа. То есть, диспетчер может видеть эту информацию и, безусловно, проводить самодиагностику. То есть, диспетчер и владелец могут наблюдать картину исправности оборудования, а также превышение концентрации или опасности превышения концентрации горючего, то есть, метана или пропана, И угарного газа непосредственно на объекте. Мало того, есть возможность отслеживать динамику развития. Это для исключения ложноположительных срабатываний. То есть, когда кто-то пролил там спирт или закурил там или еще что-то. Ну, то есть, не успел газ там выключить. То есть, мы проработали эту систему. После чего, ну, естественно, проработали программное обеспечение, разработали опытную партию. После этого мы договорились, продемонстрировали ее. Концепт я уже представлял в июле прошлого года губернатору Челябинской области и его заместителю. То есть, мы показали это оборудование. Договорились с Московской областью о проведении пилотного проекта. Этот пилотный проект завершен. В январе месяце Московская область приобрела у нас опытную партию. Я еще раз напомню, что мы не организовали еще серийное производство. Мы провели две стадии пилотного проекта. То есть, привлекли гильдию инженеров газового оборудования. Провели тестирование прибора в различных условиях. Затем мы проработали уже на определенном количестве оборудования, проработали работу системы. То есть, работу с аварийными службами в случае превышения концентрации газа, работу с сервисными службами в случае неисправности. На сегодняшний день готовится нормативный акт областного значения о том, который будет регламентировать закупки данного вида оборудования. Здесь однозначно скажу, что предвидеть исход на сегодняшний день я не могу. Потребность в этом оборудовании есть. Это значительно дешевле, чем устранять последствия. В ходе пилотного проекта, кстати, поступило семь пожеланий по модернизации. Мы их учли и сейчас внесли в конструкторскую документацию, которую мы сейчас разработали. Все эти пожелания и в саму конструкцию прибора и в программное обеспечение программы «Газовый диспетчер». Бюджет. Сверху перечень. Это данный вид оборудования входит в конкурентноспособную импортозамещающую продукцию. Здесь мы оценили, я еще раз говорю, это очень приблизительно, это 180,5. Собственные средства 126. Объем запрашиваемых субсидий 54. Вложено уже чуть больше 12 миллионов. Опытные серии уже подготовлены, но с небольшим модернизацией мы готовы к масштабному серийному производству. К июню, я думаю, что у нас будет результат от Московской области, возможно, от Челябинской области по решениям о закупках. Пока первичная и в устной форме говорилось о третьей потребителе Московской области. Это 700 тысяч. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, эта продукция не включена в планы импортозамещения, но вы указали… Включена. А, включена? Включена, вот. Я просто… В плане импортозамещения и для нас проектов используюсь. Да, да, да. Она есть и в конкурентноспособной продукции, и в плане импортозамещения. Там три или четыре параграфа. Это интеллектуальная система, она относится к интеллектуальной системе, радиоэлектронным системам, системам передачи данных и еще что-то могу сейчас спутать. Ну, шифры есть, в принципе, выписки у нас готовы. Коллеги, есть вопросы по данному проекту? Здесь единственное… Да, безусловно, это первое. И здесь я сразу скажу, что у нас вопрос, мы его готовили… Поймите, мы этот готовили в конце прошлого года, вот пилоты провели, и тогда была очень высокая степень потребностей, все были на это настроены, поэтому мы этот проект представили, он готов. То есть мы уже… его степень готовности уже есть. А вот потребность, кто будет платить? Ну, я сразу скажу пока, вот то, что я вынес из… Кто будет покупать? Пока что я вынес из совещания у Хромушина, это зам главы администрации Московской области по УЖКХ. Вот что я вынес из этого совещания. Решается вопрос о нормативном акте, который позволяет приобретать это управляющим компаниям в рамках затрат из фонда капитальных ремонтов на модернизацию внутридомовой газораспределительной сети, а содержание системы, а оно там тоже есть, это содержание внутридомовой газораспределительной сети. А область рассматривает вопрос субсидирования уже управляющих компаний, которые вот этим оборудованием… Мы же опытную партию сделали уже на… используя свои технологии. Это нужна конструкторская документация и программное обеспечение. Сейчас, вот прямо сейчас, если мы сейчас откроем, я могу отследить, какова ситуация в Московской области сейчас на этих приборах. То есть программное обеспечение мы сделали. Скажите, может, можно вопрос по поводу рисков сбыта проекта, продукции проекта. А сейчас у проектировщиков есть обязательства включать подобные устройства при строительстве? Нет, я сразу сказал, что мы сейчас заложники именно принятия или не принятия решений на уровне, ну вот пока, где мы пилот закончили, это Московская область. Если, допустим, никаких подтверждений о, скажем, масштабных закупках не будет, естественно, мы этот проект оставлять не будем. То есть, ну как, потратить деньги для чего? Организовать серийное производство того, что не будет никто покупать. Поэтому я его сейчас взял на себя смелость, потому что он проработан и был востребован еще некоторое время назад показать, что он проработан. И что при подтверждении закупки, намерения закупки, мы тогда его предложим в июне. Ну, вот вопрос дней, может, недель. Спасибо. Если вопросов нет больше у экспертов, тогда давайте приступим к третьему проекту. Я сразу прошу обратить внимание, что по системам передачи данных математика везде одинаковая, потому что мы ее брали концептуально. Вот этот проект, я думаю, сейчас будет востребован. Это оборудование для промышленных предприятий. Это беспроводные вибрационные датчики нашего производства, которые мы пока точно так же, как АСГ, сделали опытную партию и протестировали, закончили пилотные проекты на Челябинском металлургическом комбинате и на оборудовании фирмы Мэйкала, это Япония. Они поставили на свои генераторы, закупили это оборудование, поставили на свои генераторы, на ЧМК, мы поставили на их вентиляционную систему. Отчеты у меня готовы. С Мэйкавой, честно говоря, проблема. Они прекратили сейчас пока общение. Но, тем не менее, до сложившейся ситуации у них был запрос на уже на сотрудничество именно с серийной обороной. В чем актуальность и необходимость этого оборудования, мы видим перспективу. В том, что сейчас будет ограничена, во всяком случае так декларируется, что будет ограничена поставка запасных частей, ресурс закупленного оборудования нужно продлевать. Данная система позволяет дистанционно диспетчеризировать всю информацию об отклонении при вибрации оборудования. Причем это беспроводная система. И мы проработали датчик, который не требует внештатных соединений и внедрения в тело агрегата. То есть никаких изменений в агрегат не потребуется. Информацию он снимет. То есть функция предикативности предусмотрена в программном обеспечении. То есть мы получим системы, независимые, импортонезависимые для того, чтобы своевременно получать информацию об отклонениях вибрации. В принципе, эта система может быть использована как инфраструктура для передачи данных о другом состоянии. Например, давление, температура и так далее. У нас такие решения были подготовлены, есть и подготовлены. То есть на сегодняшний день опытная партия произведена, небольшие корректировки внесены. Мы сейчас проведем консультации с промышленными предприятиями группы МЕЧЛ, возможно, с ММК. У них такая потребность была на листопрокатной цеха. И точно так же сформулируем за март-апрель понимание потребности, объема потребности. Ну, точно так же, как и с СГ. Вообще потребность такая очень серьезная есть, но те люди, которые закупают это оборудование, всегда предпочитают это купить, например, уже для того, чтобы оно было откровенно, ну, шло откровенно от владельца программной платформы, например, Siemens там или, ну, в основном Siemens. Мы можем сделать локализованную. Вполне возможно, что это будет востребовано. Все. Так, тогда вот такой вопрос. Скажем так, распределение ролей в проекте. То есть, что делает Планар, а что делает НПП Планар? Я понимаю. То есть, у нас распределение ООО Планар и НПО Планар, оно, в принципе, стандартное. То есть, используя основные мощности Планара, он изготавливает сами модули, то бишь, датчики. Но датчик сам по себе, не включенный в систему, это просто гаджет. А уже проработка проектных решений, адаптация программного обеспечения потребования конкретного потребителя, это НПО, плюс калибровка, окончательная заводская калибровка, подготовка непосредственно системы к продаже. То есть, датчик сам по себе, это только комплектующая всей системы. Мы так и распределялись при образовании кластера. Вот у вас в этом проекте указаны такие же цифры, как и в предыдущем. Они указаны потому, что, ну, скажем так, примерно на каждый из этих проектов вы уже рассчитали, что, ну, допустим, у вас там же также было 185 миллионов, здесь тоже 185. Это потому что, ну, вы не знаете точно еще суммы и выбрали только эту? Или потому что по, скажем так, затратам эти проекты очень сильно похожи? По затратам они будут похожи, но они совершенно разные, их нельзя объединять в один, потому что это совершенно разные контрагенты у нас идут, кандидаты в включение в кластер. То есть, если, например, мы про вас говорим, да, то это вообще мы, скорее всего, будем включать два предприятия. Это ТАИР и Томский государственный университет, потому что мы с ними прорабатываем сейчас очень серьезную кооперацию. Например, по то, что касается датчиков вибродиагностики, это метрика спейс, то есть то, с кем мы будем работать в модернизации этого оборудования и программного обеспечения. То есть, ну, они похожи по затратам и по стилю, но это разные проекты. А вот такой вопрос. А оборудование для производства этих продуктов, оно используется разное или все-таки… Оно будет разное. Разное, да. То есть затраты не будут… Оно не 100% разное, какие-то процессы, безусловно, будут похожи. Но если мы будем делать участки, которые будут предполагать серийное производство большого объема продукции, то мы вынуждены будем их разделять в любом случае. Да, я к тому, что, скажем так, при выходе всех четырех проектов, ну, в идеале, на конкурс, нужно будет все-таки пересмотреть затраты с точки зрения того, чтобы они не повторялись между собой. Да, конечно. Это мы предусмотрели изначально, потому что мы суммарно, когда посчитали, у нас на оборудование вышло больше 200 миллионов закупкой, и мы ее просто разделили, но пока очень условно. Я просто не стал до запятой высчитывать, потому что сейчас нельзя это делать, это просто ненужная работа. Мы концептуально сделали, если дойдет до реализации и защиты проекта, безусловно, это будет рассчитано по каждой модели, по каждой стоимости, до запятой там, все мы это сделаем. Тогда, коллеги, есть еще вопросы? Или можно переходить к следующему уже проекту? Давайте тогда к следующему, к вашему последнему. Все, последний проект. Продолжение следует... Продолжение следует...